Сколько ещё будешь вспоминать о ней? Десятилетия? Века? Ты не хуже меня знаешь, что она давно тебя забыла. Наруто крепко прижал запретный свиток к груди, по его лицу текли слёзы. Как я девятихвостый лис? Подумал он про себя. Ирука мелькнул в его голове, его глаза впились в Наруто. Разве я? Я правда убил родителей Ируки-сенси. Из-за дерева, за которым прятался Наруто, разговаривали Мизуки и Ирука, хотя Наруто едва мог разобрать, о чём они говорили. Ещё больше слёз потекло по его лицу, когда он посмотрел на свиток. Другой образ Ируки, один из которых парил над Наруто с большим сюрикеном, воткнутым в его спину, защищая его, пронёсся в его сознание. Я монстр, подумал он. Внезапно звук голосов Мизуки и Ируки прекратился, и наступила тишина. Наруто услышал слабый звук брызг, его глаза расширились, когда он застыл. «Не нужно бояться, Наруто», — сказал голос, нарушивший тишину. «Выходи из-за дерева». Наруто застыл, почти забыв дышать. Он медленно повернул голову и выглянул из-за дерева. Увидев скрюченные телом Мизуки и Ируки на земле, из ран на их головах листала кровь. Над ними стоял человек в странной чёрной мантии с красными облаками и оранжевой маской, наблюдавший за Наруто. «Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль», — сказал он. «Пожалуйста, выходите. Я хочу поговорить с тобой». «Ты убил их», — сказал Наруто тихим голосом. Его глаза были прикованы к Ируке. «Они были здесь, чтобы помочь вам?» — спросил мужчина. «Потому что выглядело так, будто они преследовали тебя с намерением схватить». Наруто не ответил. «Кто ты?» Он наконец смог спросить. «Я таков же, как и вы», — ответил человек в маске. «Один, без друзей, презираемый массами». Он склонил голову. «Должно быть тяжело быть джинчурики для Девятихвостого». Голова Наруто повернулась к человеку в маске. «Чт-что?» «Как ты?» «Я понимаю, что ты чувствуешь», — прервал его мужчина. «Ты никогда не чувствовал себя в конохе как дома, не так ли?» Образы того, как над ним смеются, презирают или, что ещё хуже, игнорируют, промелькнули в голове Наруто, и он кивнул. Ещё одна слеза скатилась по его лицу. «Они все ненавидят меня», — сказал он. На ум пришло улыбающееся лицо и руки. «На и рука Синси, и он пришёл за мной». «Он пришёл, потому что ему приказали», — прервал его мужчина. «Как и сказал Мизуке, ты убил его родителей. Ты действительно думаешь, что он хотел спасти тебя?» Наруто отпрянул, пристыжённый. «Нет, наверное, нет». Человек в маске указал на свиток, который держал Наруто. «Что ты собирался с этим делать?» «Я собирался изучить запрет на Эдюцу», — сказал Наруто, глядя на свиток. «Я думал, что если я это сделаю, они позволят мне закончить. Ты действительно думаешь, что они позволили бы тебе получить высшее образование?» Лицо Наруто поникло. «Я имею в виду...» Голос у него был низкий. «Кто ты?» Мужчина пожал плечами, молчит. «Почему ты убил?» Его голос оборвался. «Эти люди никогда не примут тебя», — сказал мужчина. «Но я буду». Наруто в замешательстве посмотрел на мужчину. «Хм. Они не могут видеть в вас ничего, кроме монстра», — объяснил мужчина. «Потому что они боятся тебя. Они боятся девятихвостого, запечатанного внутри вас. Этот страх превратился в ненависть, и с тех пор они только и делают, что презирают тебя. Тогда почему ты меня не боишься? Ты не тот человек, которого стоит бояться. Вы ценный актив, человек, которым можно восхищаться». Наруто был ошеломлен услышанным. «Если бы не ты, Канаха была бы уничтожена 12 лет назад. Но вместо того, чтобы с вами обращались как с героем, вы стали изгоем. Как такие люди могли когда-либо принять тебя?» Он протянул руку к Наруто. «Вам не нужны эти слабые дюцу, чтобы стать сильными», — сказал он. «Я могу помочь тебе сделать это». Наруто сглотнул, сбитый с толку. «Кто это мужчина?» Он думал. «Казалось, он много знает о Канахе для человека, которого Наруто никогда раньше не видел. Он также знал, что Наруто был джинчирики, но, в отличие от жителей деревни, у него не было того холодного, ненавистного блеска в глазах, когда он смотрел на Наруто. Во всяком случае, он казался заинтригован, как будто он действительно хотел узнать Наруто. «Однако я не знаю, кто вы», — наконец сказал он. Мужчина рассмеялся и опустил руку. «Ах, да, мои извинения!» «Кажется, я забыл представиться. Сквозь единственную дырку в маске казалось, что глаз мужчины светится красным. Можешь звать меня Мадара?» «Мадара?» «Позволь мне помочь тебе», — сказал Мадара. «Забудь эту деревню. Забудьте о людях здесь. Пойдем со мной, и я сделаю тебя сильным. Достаточно сильный, чтобы вернуться и отомстить Канахе». Наруто задумался о своей просьбе. Месть. «Да. Все боли и унижения, которые вы перенесли от их рук, вы можете вернуть в десятикратном размере. Тогда никто не сможет тебя игнорировать». «Я хочу быть Хакаги», — сказал Наруто. «Все должны признать Хакаги». Мадара покачал головой. «Они бы никогда не позволили тебе стать Хакаги», — прямо сказал он. «Титул Хакаги». Титул Хакаги зарезервирован для того, кого жители деревни уважают. «Они когда-нибудь проявляли к вам уважение?» «Они когда-нибудь относились к вам как к равному?» «Или даже человека, если уж на то пошло?» «Все больше воспоминаний начала заполнять разум Наруто, как с ним обращались его товарищи по Академии, как жители деревни смотрели на него, когда он шел по улице. Шепот, который он едва мог слышать, проходя мимо любой группы людей. Внезапно просьба Мадары показалась блестящей идеей. «Месть», — сказал Наруто, вставая. «Да, мне нравится, как это звучит». Он вытер лицо, и на его лице застыла яростная решимость. «Я пойду с тобой». Хотя Наруто не мог этого видеть, под маской Мадара улыбнулся. «Я рад», — сказал он. «Вы принимаете правильное решение. Но есть еще одна вещь, о которой нужно позаботиться». Он наклонился над телом и руки и схватил его повязку, сорвав ей. «Что тебе нужно с его повязкой на голову?» Спросил Наруто. «Это не для меня», — ответил Мадара. Он вытащил куну и провел им через середину повязки, оставив большую царапину на символе листа Канохи. «Это означает, что ты уезжаешь в Каноху и присоединяешься к Акацуке», — сказал он, протягивая письмо Наруто. «Акацуке?» Спросил Наруто, подойдя к Мадаре и взяв повязку, изучая ее. Он вспомнил, как сильно он всегда хотел один, это был признак взросления. «Акацуке — это организация, которая занимается созданием мирного мира», — объяснил Мадара, когда Наруто надел повязку. «Именно благодаря Акацуке ты обретешь силу, и именно благодаря тебе Акацуке добьются своей цели». «Звучит сложно», — через мгновение сказал Наруто. «Смогу ли я сразиться с Канохой?» «Конечно. Это все, что меня волнует». Он оглянулся в сторону деревни, сжав кулаки. «Я хочу отомстить им всем. Они пожалеют, что когда-либо игнорировали меня и обращались со мной так, как они это делали». «Пошли», — сказал Мадара, — «и оставьте свиток, тебе это не понадобится». Наруто быстро положил свиток на землю рядом с Ирокой и начал следовать за своим новым хозяином. «Тильда, тильда, тильда». И он думает, что он такой крутой, только потому, что он может бросать кучу сурикинов лучше, чем я. Мадара шел молча, а Наруто, едва переведший дыхание с тех пор, как они покинули Каноху, продолжал говорить. И хотя мы одного возраста, он все еще думает, что он лучше меня. «Какая трагедия», — сказал Мадара, едва слушая. Он взглянул на Наруто, удивленный тем, как быстро Наруто проникся к нему симпатией. Он рассказал Мадаре все, от того, как он планировал стать сильнейшим Шиноби, до того, как сильно он любит рамен и девушек, вдаваясь в гораздо больше деталей, чем хотел Мадара. Он задавался вопросом, сколько Наруто говорил раньше, если ему вообще было с кем поговорить. Он был настолько поглощен своими мыслями, что едва заметил, что Наруто перестал говорить. Его глаза были широко раскрыты, когда он огляделся вокруг, и Мадара понял, что это, должно быть, первый раз, когда Наруто покидает Каноху. «Куда мы идем?» — он спросил. «Деревни, скрытые под дождем. Почему? Это там, где Акацуки. Там, где их несколько. Они будут тренировать меня?» Наруто широко улыбнулся. «Я должен стать сильнее, чтобы дать отпор всем, кто когда-либо смотрел на меня свысока. Мне не терпится увидеть выражение их лиц». Он рассмеялся, победоносно взмахнув руками. «Это будет потрясающе. Ты станешь достаточно сильным», — пообещал Мадара. «На это потребуется время, но это произойдет». Когда они продолжили свое путешествие, в Канохе только что были обнаружены тело Мизуки и руки. «Кто мог это сделать?» — спросил Шиноби, в ужасе глядя на развернувшуюся перед ним сцену. Несколько Шиноби с ним кивнули в знак согласия, когда он опустился на колени рядом с Мизуки и ощупал его кожу, он был холоден. «Они оставили свиток», — сказал голос сзади. Шиноби обернулся и увидел какаши, идущего по небольшой поляне с руками в карманах. Его взгляд скользнул по телам Мизуки и руки. Узумуки народа украл его, верно? Шиноби кивнул. «На точка он никак не мог убить двух Шиноби Чунина, верно? Он даже не ниндзя. Он монстр», — пробормотал другой Шиноби. Ему никогда не следовало позволять жить с этой штукой, запечатанной внутри него. «Были ряженые согласия среди других». Какаши проигнорировал их и посмотрел в том направлении, куда ушли Наруто и Мадара. «Я согласен, что он, вероятно, не был тем, кто убил их», — сказал он. «Вопрос в том, кто это сделал и чего они хотят от Наруто? Какая им разница?» — сказал один Шиноби. «Он больше не наша проблема. Помните, как он всегда искажал каменные лица? Или пустите те глупые розыгрыши на людей. Я даже слышал, что он провалил выпускной экзамен. Очередной раз. Да, хорошо, что он ушел», — вмешался другой Шиноби. «Он чертов монстр». Среди Шиноби послышалось бормотание согласия. «Наруто, член Канохи», — сказал Какаши внезапно низким голосом. «Независимо от вашего мнения или чувства о нем, вы не должны желать, чтобы ему причинили вред». Он обернулся и столкнулся с Шиноби. «Вам всем должно быть стыдно называть себя Шиноби Канохи, а потом радоваться, когда один из ваших пропал без вести». Все Шиноби смотрели на что угодно, кроме Какаши, который вздохнул. «Отведи Мизуки и руку обратно в деревню. Я верну свиток». Шиноби согласно пробормотал и начал двигаться. Какаши подошел к упавшему телу и руки, без повязки на голове, и наклонился, чтобы взять свиток. «Прости», — прошептал он, ненадолго положив руку на грудь и руки, прежде чем уйти к Боже, что за дождь. Спросил Наруто, шлепая по грязи, из-за дождя его волосы прилипли к повязке на голове и шее. «Мы в стране воды», — сказал Мадара. «Дождь неизбежен». Он посмотрел на Наруто. «Мы почти там. Почему нельзя было просто надуть нас там?» Спросил Наруто, ссылаясь на странные искажающие дюцу, которые Мадарта использовал на паре, чтобы отправить их в страну воды, Мадара не ответил. Вскоре в поле зрения появилась большая индустриальная деревня. Наруто с благоговением наблюдает, как Мадарта искажает их внутри города. «Это место огромно», — сказал он, широко раскрыв глаза. Несколько минут они шли молча. «Наруто, какие дюцу ты выучал из украденного свитка?» Наконец спросил Мадара. «Хм. О, только один». Голова Наруто быстро двигалась взад-вперед, пока он осматривал новую деревню, резко контрастирующую с Конэхай. «Почему? Что это было?» Мультитеневые клонированные дюцу. «Я понимаю. Вы уже использовали его?» «Нет». Мизуки Сан и Ирука Синси пришли раньше. Голос Наруто оборвался. «Вам больше не нужно называть его Синси», — сказал Мадара. «Он мертв, во-первых. А во-вторых, он никогда не вел себя по отношению к тебе как учитель, так что ты не должна относиться к нему как к учителю». «Да, наверное. Если ты действительно хочешь отомстить Конохи, ты должен перестать думать о них, о любом из них, как о своих друзьях. Ты должен отвергнуть все, что касается Конохи. Отклонить? Все, чему ты научился, ценности, практики, предполагаемые воли огня. Все это устарело, это не имеет значения. Ничего из этого». Мадара кивнул. «Если бы они действительно верили в эти вещи, к вам относились бы совсем по-другому. Я полагаю, вы правы. Мадара посмотрел на Наруто. Это займет время», — сказал он. «Забы то, чему тебя учили. Но найди прибежище в том, что у тебя есть новый дом Сукацуки». Наруто кивнул и улыбнулся. «Верно. Пока они шли через деревню, в поле зрения появилось большое высокое здание. Наруто нахмурился, глядя на то, что выглядело как большое лицо, высунувшее язык. Мадара положил руку Наруто на плечо и телепортировал их на крышу здания, где их ждали два человека в таких же одеждах, как и Мадара. Вау! Одна из женщин прищурилась на Наруто. «А кто это может быть?» Спросила она. «Это девятихвосты джинчевики, Наруто», — сказал Мадара, все еще держа руку на плечи Наруто. «Наруто, это Пейн, лидер Акацуки Канан». Выражение лица Канан изменилось с обвинения на легкое веселье. «Я думал, что он будет точкой выше». Из-за ее спины Пейн молча наблюдал с безразличным выражением лица. «Эй, я, может быть, сейчас коротковат, но подожди. Я собираюсь быть достаточно сильным, чтобы уничтожить всю мою деревню». «Это довольно амбициозно», — сказал Канан. «Она посмотрела на Мадару. Я не понимал, что мы продвигаемся вперед с нашим планом. Это долгожданное изменение», — ответил он. «С ним дела пойдут намного плавнее и быстрее». «Я уверен, ты помнишь свою роль?» Добавил он, глядя на Пейна. «Он будет обучаться, одновременно двигаясь с остальными членами Акацуки в поисках оставшихся джинчевики». «Я все еще не думаю, что это разумно», — вмешалась Канан. «Что, если Канаха придет искать его? Можем ли мы рискнуть, позволив ему свободно передвигаться? Мне плевать на кого-либо из Канухи!» — крикнул Наруто. «Если они вернутся за мной, я надеру им все задницы». Канан мягко улыбнулась, на мгновение увидев Хихико в энергичном выражении лица Наруто. Наруто потрогал свою поцарапанную повязку. «Это означает, что я покинул деревню. Они все игнорировали меня, поэтому они мне не нужны». «Не будем забегать вперед», — сказал Мадара. «Если я неправильно понял ситуацию, ты так и не окончил академию, так что ты не ниндзя». Выражение лица Наруто упало. «Да, наверное», — пробормотал он. «Но Канан права. Вы не можете просто бродить, как вам заблагорассудится, вам нужно всегда оставаться с Акацуки. Если Канаха решит пойти за тобой, мы должны обезопасить тебя». Наруто посмотрел на Мадару и улыбнулся, теплое чувство принадлежности распространилось по нему. «Не волнуйся», — я имел в виду то, что сказал. «Если они попытаются прийти за мной, я не пойду с ними». Мадара слегка погладил его по голове. «Хороший». Он посмотрел на Пиуна и Канан. «Я оставляю его в ваших руках». «С этим он исчез». Тильда, тильда, тильда. В канахе Кукаши молча стоял в кабинете Хакаги, пристально наблюдая за Хирузином. «Ты понимаешь всю серьезность ситуации», — сказал Хирузин, закрывая глаза шапкой Хакаги. «Мы не можем позволить Наруто попасть в руки врага. Но мы не знаем, кто враг. Да, это создает проблему». Хирузин вздохнул и поднял глаза. «Ты помнишь, что случилось в ночь нападения и двенадцать лет назад?» Кукаши в замешательстве склонил голову на обык. «Конечно. Тогда ты помнишь, какой разрушительной была атака. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось». Кукаши согласно кивнул. «Ты сказал, что веришь, что кто-то пришел за Наруто?» Несмотря на то, что в нем был запечатан Девятихвостый, он никогда не знал об этом, поэтому он никак не мог использовать его силу. И с его нынешним уровнем мастерства он не смог бы убить двух Чунинов в одиночку. Он сделал паузу. «Я действительно удивлен, что ему удалось украсть запретный свиток и его не поймали. Я согласен». Хирузин откинулся на спинку стула с обеспокоенным выражением лица. «Мы должны найти этого человека, прежде чем он использует Наруто и Девятихвостого для своих собственных желаний. Если он знает, что Наруто запечатал это в себе. Думаешь, он знает, что Наруто Джинчирики? Я не знаю. Но если он это сделает, то теперь он представляет серьезную угрозу не только для Канохи, но и для остального мира Шиноби. Если он сможет контролировать Девятихвостого или знает, как извлечь его из Наруто, тогда у нас у всех проблемы. А как насчет печати, которую использовал четвертый лорд? Со временем оно слабо, объяснил Хирузин. Теперь, двенадцать лет спустя, я уверен, что он нашел способ сломать печать. Если нет, он может знать кого-то, кто сломает его для него». Хирузин выпрямился. «Вот почему я поручаю вам эту миссию. Ты должен найти Наруто и вернуть его в Каноху». Какаши кивнул. «Я буду один или с командой?» Не успел Хирузин ответить, как появился отряд Анбу. «Ах, я вижу». Он повернулся к одному из Анбу. «Тинза! Рад видеть тебя!» «Ты тоже, Сёмпай», — сказал Тинза. «Как вы знаете, Тинза может использовать стиль дерева, дюцо, которое первый лорд использовал для захвата Девятихвостого. Он будет для вас бесценным активом». «Конечно!» «Эта миссия имеет решающее значение», — продолжил Хирузин. «Его успех или неудача определят будущие миры Шиноби. Не относитесь к этой миссии легкомысленно». Кокаши и Анбу кивнули. «Вы уйдете как можно скорее». «Мы готовы уйти, как только ты придешь», — сказал Тинза Кокаши. «Я встречу тебя у главных ворот через полчаса». Тинза кивнул, и отряд Анбу исчез. «Насколько все было бы иначе, если бы четвертый лорд не погиб той ночью», — сказал Хирузин. Он на мгновение замолчал, глубоко задумавшись. «Если бы только я этого не сделал». «Мы вернем его», — сказал Кокаши. «Как сын моего хозяина, я чувствую, что тоже несу за это ответственность». Хирузин грустно улыбнулся, когда Кокаши вышел из комнаты. «Мы сделаем лучше», — пообещал он, мягко закрывая за собой дверь. Наруто тяжело дышал, когда Канан послал в него еще одну волну бумажных кунаев. Ему удалось отпрыгнуть в сторону, но его все равно порезали, стиснув зубы, бросился. Канан легко обошла его, когда он попытался ударить Е, Е и глаза сузились, когда она с легкостью читала движение Наруто. Он застонал, когда Канан ударил его в живот, и он согнулся пополам. «Ты отвлекся», — сказал Канан. «Я хочу выучить более мощные дюцу». Пожаловался Наруто, все еще сжимая живот. «Как прыжки сделают меня сильнее?» «Если вы не знаете основ, вы не сможете научиться ничему другому», — сказал Пейн, подходя к паре. За ним следовали двое мужчин в мантиях Акацуки. Большие соломенные шляпы скрывали их лица и защищались от дождя. «Ай, давай!» «Я готов к чему-то более продвинутому». «Тогда чем объясняются порезы и разрывы на твоей одежде?» Наруто разорвал зрительный контакт и посмотрел на землю, его одежда Акацуки развивалась на ветру, порванная и грязная. «Я увернулся от большинства из них», — пробормотал он. «Несмотри ни на что, ты двигаешься дальше. Ты продолжишь тренироваться с Итачи и Кисами». Наруто посмотрел мимо Пейна на своих новых учителей. Кисами поднял взгляд первым, ухмыляясь, и Наруто был на мгновение шокирован его окулой внешностью. «Так ты девятихвостый», — сказал он со смехом. «Ты совсем маленький». Наруто нахмурил брови. «Только подожди. Я стану сильнее. Тогда я отомщу всем, кто когда-либо обидел меня. Что ты собираешься делать, пинать их по коленям?» — сказал Кисами, усмехнувшись. «Я разрушу свою деревню!» — крикнул Наруто. «Тогда посмотрим, кто слабее. Уничтожить Канаху». Наруто был потрясен тем, насколько тихим, но мощным был голос Итачи. Он медленно поднял голову, его красные шарингоновские глаза впились в голубые глаза Наруто. «Да», — сказал он, — уверенность, которую он только что потерял, исчезла. «Сейчас никто ничего не делает», — сказал Пейн до того, как Итачи успел ответить. Наруто слишком слаб, чтобы причинить реальный вред, ему нужно быть сильнее. Он обернулся и увидел Итачи. «Вам поручили обучить его. С твоим шарингонами силой Кисами, я уверен, это будет для тебя достаточно простой задачей». «Конечно», — сказал Итачи, все еще глядя на Наруто. «Ты должен сделать его достаточно сильным, чтобы сразиться с другим джинчурики». Итачи посмотрел на Пейна. «Тогда наши планы начнут действовать». Пейн кивнул. «С Наруто наша сила значительно увеличилась. Захват оставшихся хвостатых зверей теперь будет намного проще». Наруто скрестил руки на груди. «О чем ты говоришь?» Он спросил. «Как быстро его нужно обучить?» Спросил Итачи. Вопрос Наруто был проигнорирован. «Как можно быстрее?» «Но не меняйте скорость на эффективность, он должен быть в состоянии стоять самостоятельно». «Не волнуйся», — сказал Кисами, улыбаясь Наруто. «Я прослежу, чтобы этот маленький ублюдок был сильным». «Почему я должен сражаться с другими джинчуриками?» Снова спросил Наруто. «Есть ли они еще такие, как я?» «Тебе все объяснят», — сказал Пейн, поворачиваясь к Канан. «У нас есть своя работа». Канан кивнул. «Учись хорошо, Наруто», — сказал Пейн, прежде чем он и Канан исчезли. «Ну тогда...» Кисами перевел взгляд с Итачи на Наруто. «Пойдем». «Тильда, тильда, тильда». Наруто молча шел за Итачи и Кисами. Они покинули страну воды и двигались в неизвестном направлении. По крайней мере, Наруто не знал. «Куда мы идем?» Он спросил. «Увидишь, когда мы туда доберемся», — коротко ответил Итачи. «Кажется, кто-то расстроен», — сказал Пкисами, взглянув на Итачи. «Не нравится, что тебя понизили до тренировочной?» Итачи не ответил. «Пейн сказал, что ты мне все объяснишь», — сказал Наруто. «Что именно мы делаем?» «Я собираюсь привести твою задницу в форму», — ответил Пкисами, ухмыляясь. «Наруто высунул язык. Обязательно защите свои колени», — парировал он. Кисами рассмеялся. «Но, собственно, что мы будем делать?» «Ты будешь тренироваться, чтобы увеличить свою физическую силу и базовую ниндюцу и гиндюцу», — сказал Итачи. «Ты несколько раз провалил выпускной экзамен, верно?» «Несколько раз, да». Кисами рассмеялся. «Ты действительно что-то другое. Чтобы Кацуки выполнили свою миссию, ты должен быть сильнее», — продолжил Итачи. «Это начинается с обучения, особенно со снов. Но я делал основы с канан». Пожаловался Наруто. «Я бы вряд ли сказал, что ты их освоил». Наруто замолчал. «Ну, как ты собираешься сделать меня сильнее?» «Увидишь, когда мы начнем». «Разве вы не расплывчатые?» Пробормотал Наруто. Они шли в тишине еще некоторое время, и Наруто начал тревожить одна мысль. «Итачи!» Начал он медленно. «Разве ты не старший брат Саски?» Итачи какое-то время не отвечал. «Брат?» Кисами посмотрел на Итачи, с интересом приподняв бровь. «Да, Саски мой младший брат», — сказал Итачи, взглянув на Наруто. «Почему?» «Я думал, что клан Учиха полностью уничтожен», — сказал Кисами. «Не говорите мне, что вы случайно пропустили один, а твой брат, не меньше. Вы дружили с Саски?» Спросил Итачи. Наруто сморщил лицо. «С ним?» «Конечно, нет». Он застрял. «Я понимаю». Они продолжили. «Значит, ты просто не собираешься обсуждать тот факт, что один Учиха сбежал от тебя?» Сказал Кисами. «Это не имеет значения», — ответил Итачи. Он слишком слаб, чтобы представлять какую-либо угрозу. Наруто фыркнул. «Может, тебе стоит вернуться и сказать ему об этом. Он думает, что он такой великий, только потому, что он может бросать кучу кунаев и таких девушек, как он». Он скрестил руки на груди. «Просто подожди, пока я стану сильнее. Тогда я покажу ему, кто в доме хозяин». Итачи скосил взгляд на Наруто, но ничего не сказал. «Так что же заставляет тебя идти за Конохой?» Спросил Кисами. Наруто сжал кулаки в боку. «Они ужасны», — сказал он. «Они игнорировали меня, отвергали и обращались со мной как с мусором. А теперь ты закатываешь истерику, как маленькая девочка». Кисами кивнул, ухмыляясь. «Кажется, правильно. Замолчи. Как насчет того, чтобы заставить меня?» Прежде чем Наруто успел ответить, Кисами приставил свой меч к шее Наруто. Его глаза расширились, когда Кисами ухмыльнулся. «Кисами», — коротко сказал Итачи. Кисами рассмеялся. «Я просто трахаюсь», — сказал он, закинув меч за спину. «Я не собираюсь причинять ему боль. По крайней мере, пока». Наруто выдохнул, хотя и не осознавал, что задерживается. Кисами внезапно показался гораздо более опасным с мечом в руках. Он следовал за Итачи и Кисами, держась на расстоянии. Тильда, тильда, тильда. В стороне огня Кокаши и его отряд Анбу быстро двигались по лесу. «Куда мы идем?» — спросил Тинза, подходя к Кокаши. «Маленькая деревня на границе». Мальчик, соответствующий описанию Наруто, был замечен в деревне с двумя другими. Они прошли там день или около того назад. «Думаешь, они все еще там?» «Я сомневаюсь в этом. Но кто-то может знать, в каком направлении они ушли или куда направляются». Тинза на мгновение замолчал. «Думаешь, мы их найдем?» Кокаши колебался, прежде чем ответить. «Неважно, что я думаю», — сказал он. «Мы должны, ни удача, ни вариант». Группа остановилась прямо у линии деревьев. «Вот деревни», — сказал Кокаши, указывая на деревья. «Рассредоточьтесь и начните расспрашивать. Нам нужно сделать это как можно быстрее. Снимите маски, чтобы не вызывать подозрений и постарайтесь слиться с остальными». Анбу кивнули, прежде чем снять маски и разойтись. Кокаши подождал немного. «Простите, сэнсэй», — тихо сказал он. «Я должен был присматривать за ним, особенно после всего, что ты для меня сделал». Лицо Мината мелькнуло перед его умысленным взором. «Но я верну его. Это обещание». С этими словами Кокаши последовал за своим отрядом в деревню Наруто и ухмылялся. Оранжевый плащ девятихвостов окружал его тело, четыре хвоста торчали из-за его спины и мерцали. Кисами стоял напротив него на озере, самиха дощелкала рядом с ним. «Ты стал сильнее за последние несколько недель», — сказал он. «Тебе даже удалось научиться управлять чайкрой девятихвостого». Это был подвиг сам по себе, Наруто даже не был полностью уверен, как это произошло. Когда он начал тренироваться с Итачи и Кисами, он больше времени проводил на земле, чем в бою. Снова и снова его отталкивало Тадюцу, заставляло подчиняться Гендюцу Итачи или его чакру съедал меч Кисами, самиха до. В конце концов, Наруто было достаточно. Что-то внутри него сломалось, и он внезапно смог получить доступ к большому запасу чакры, который, как он мог предположить, принадлежал девятихвостому. Хотя он никогда не мог напрямую контролировать, сколько чакр он мог получить, этого всегда было достаточно, чтобы гарантировать, что он не всегда будет полностью черным и синим после дня тренировок. Итачи проявлял особый интерес к чакре девятихвостого. Хотя у Наруто все еще было лишь элементарное понимание и минимальный контроль над тем, кем он был, он быстро становился тем, за кем, как полагал Итачи, ему придется следить, тем более что Наруто был настроен на уничтожение Канохи, казалось, испытывал сильную неприязнь к Саске. Точка. Кисами указал сами Ходину Наруто. Не думай, что я буду потакать тебе. Ха. Как будто мне нужен Гандикап, чтобы победить тебя. Не дожидаясь ответа, Наруто бросился на Кисами, создавая при этом трех теневых клонов. Он двигался быстро, избегая сами Ходы и едва не задев Кисами своей когтистой рукой. Кисами рассмеялся. Когда так, Наруто промахнулась и опустила конец рукояти сами Ходы на спину Наруто, в результате чего он рухнул в воду. Ты должен добиться большего, Панк. В нескольких ярдах от них на берегу сидел Итачи, наблюдая за ними, но погруженный в свои мысли. Он вспомнил, как Саске всегда умолял тренироваться с ним и как он всегда ему отказывал. Наблюдая за Наруто, его поразила мысль о том, насколько они похожи. Саске. Он думал. Где ты? Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз был в Канохе, всегда под покровом темноты или в маскировке. Хирузин каждый раз уверял его, что Саске в безопасности, и каждый раз сам видел Саске, чтобы убедиться в этом. Но сколько бы раз он не навещал его, он не мог не волноваться за своего младшего брата. Последнее изображение Итачи, которое было у Саске, было на фоне Луны, тела валялись вокруг него, с его меча он бы капала кровь. Кровь их родителей. Смех Кисме вернул Итачи в настоящее, он заманил Наруто в водную тюрьму, из которой Изоо всех сил пытался вырваться. Итачи встал и отряхнулся, прежде чем подойти к ним двоим. «Помните, что вы не можете убить его», — сказал он, и маленькие локоны вытянулись из его ног, когда он шел по воде. Кисме рассмеялся. «Я не собираюсь его убивать. Я просто слежу, чтобы он не забыл, кто в доме хозяин». Еще через мгновение он выпустил технику, и Наруто упал на поверхность воды, задыхаясь. «Нечестно», — сказал он, глотая воздух. Кисме ухмыльнулся. «А как так? В твоем распоряжении чакры Девятихвостого, а не я». Наруто бросил на него взгляд. «Ты съел всю чакру своим мечом». Кисме перекинул Сами Ходу через плечо. «Я просто использую те инструменты, которые у меня есть». Наруто пробормотал что-то себе под носа си или кисами, когда тот поднялся на ноги, с него капала вода. «Ты сильнее», — сказал Итачи. Наруто посмотрел на него, удивленный похвалой. «Я очень много работал», — сказал он. «В Канухе есть сильный ниндзя», — добавил он, сжав кулаки. «Ты все еще застрял на уничтожении своей деревни», — спросил кисами. «Просто сдавайся. Как такой маленький мальчик, как ты вообще можешь сделать это сам?» Итачи уничтожил весь свой клан за одну ночь. Возразил Наруто. «И он всего лишь один парень. Но у меня есть Девятихвостый, кроме того, я уже не тот маленький ребенок, каким был. Вы оба сказали, что я вырос. Тебе еще есть куда расти», — сказал Итачи. «Но пока вы больше не входите в нашу ответственность». Наруто нахмурил брови. «Теперь ты собираешься продолжить обучение с другими членами Акацуки. Вы также собираетесь использовать свои тренировки. О чем ты говоришь?» Наруто задумался на мгновение, прежде чем его глаза загорелись. «Я собираюсь драться с джинчурики». Итачи кивнул. «Однохвостый, расположенный в деревне, скрытый в песках. Из-за природы кисами мы не будем сопровождать тебя. Кто будет?» — спросил кисами. Сасаря Дейдара. Кисами фыркнул. «Эти два фанатика искусства. Не стоит недооценивать силу искусства». «Хм!» — крикнул голос. Все трое повернулись к берегу и увидели две фигуры в мантиях Акацуки, наблюдающие за ними. Тот, что со светлыми волосами, грозил кулаком кисами, который лишь закатил глаза. «Удачи с ним», — сказал он Наруто, возвращаясь к берегу. «Я так понимаю, теперь у нас есть собственная миссия?» — спросил он Итачи. «Да. Мы будем помогать Кокозу в его текущей денежной цели». Кисами усмехнулся. «Хотелось бы, чтобы он уже обзавелся партнером. Он чертов чудак, вечно помешанный на деньгах. Когда все трое достигли берега, Итачи повернулся к Наруто. Он выглядел так, будто хотел что-то сказать, но прежде чем успел, он повернулся и пошел за кисами. «Ну, малыш, теперь ты с нами», — сказал светловолосый член Акацуки, обнимая Наруто за плечи. «Вместе мы создадим искусство, которого еще никто не видел». «Дейдаро, ты снова ведешь себя подавляюще», — сказал невысокий мужчина, на что Дейдаро закатил глаза. «Сасаря, дружище, ты должен думать шире. Ограничивать свое искусство куклами и марионетками — это ничто». Он запустил руки в волосы, и Наруто заметил рот на каждой ладони. Он бросил на Дейдару взгляд с отвращением, который остался незамеченным. «Искусство взрыва опасно. Это создает сцену. Он оставляет след, который невозможно стереть». Он начал смеяться, когда Наруто и Сасаря смотрели на него. Наруто задавался вопросом об уровне здравомысля Дейдары. «Пошли», — сказал Сасаря, — как будто это было обычным явлением. «Его бесполезно ждать. Он достаточно скоро поймет, что мы ушли». Они начали уходить, а Дейдар продолжал смеяться, продолжая рассказывать о взрывном искусстве. «Тильда, тильда, тильда! Судя по твоему выражению лица, с твоей стороны тоже не повезло», — сказал Тинза. «Когда Кокоши присоединился к группе в лесу на окраине еще одной деревни, все Анбу были в масках и выжидающе смотрели на Кокоши, который только покачал головой. Кто-то думал, что сегодня они видели Наруто, но оказалось, что это был другой желтоволосый мальчик. Я понимаю. Что теперь? Каждая деревня, в которой мы побывали, оказалась бесполезной. Он помедлил, прежде чем продолжить. Прошло три недели. Ты действительно думаешь, что мы все еще можем найти его? Кокоши на мгновение задумался. Если мы предположим, что Наруто был похищен только потому, что он джинчурики, то можно с уверенностью сказать, что тот, кто его забрал, либо хочет держать его в безопасном месте, либо хочет вытеснить девятихвостого из Наруто и контролировать его. Проблема в том, куда он пойдет, чтобы выполнить любую из этих задач. Но как он мог управлять хвостатым зверем? Спросил один из Анбу. Я думал, что только Учиха способны на такое. Насколько мне известно, да, ответил Кокоши. Но зачем еще ему хотеть взять джинчурики, если у него нет способа контролировать его? Он глубоко вздохнул. Я полагаю, единственное, что мы можем сделать, это продолжить поиски. Если мы разделимся, мы сможем охватить больше территории. Из этой деревни ведут две основные дороги. Если мы последуем за ними обоими, мы сможем ждать. Кокоши и его группа обернулись и увидели бегущую к ним маленькую девочку. Дойдя до них, она остановилась, положив руки на колени и задыхаясь. Вы ищете этого мальчика и двух мужчин с ним? Да, мы. Кокоши опустился на колени рядом с ней. Ты знаешь, куда они пошли? Она покачала головой. Не совсем. Они были здесь некоторое время назад, и я никогда не видел, чтобы они уходили. Она достала что-то из кармана и протянула Кокоши. Мальчик дал это мне и сказал, чтобы я использовала его, когда старшие дети будут издеваться надо мной, но моя мама считает, что мне слишком опасно держать его, поэтому она сказала, что я должен отдать его тебе. Кокоши взял кун и повертел его в руке. Мальчик сказал, что нельзя позволять людям смотреть на тебя свысока, и что он станет сильнее, чтобы отомстить людям, которые были с ним злые. Я понимаю. Эти двое мужчин что-нибудь сказали? Гм, я не совсем уверен. Они остановились в гостинице моих родителей, и мне нельзя разговаривать с гостями. Но я слышал, как они говорили что-то о том, как прятаться под дождем и о группе под названием Ацуши. Девушка наморщила лоб. Я думаю. Из-под маски Кокоши улыбнулся. Я рад, что ты пришла и рассказала нам, сказал он, быстро погладив ей по голове. Это было очень полезно. Спасибо. Девушка улыбнулась ему. Мне нужно идти, сказала она, повернувшись и побежав обратно в свою деревню. Надеюсь, ты найдешь своих друзей. Перезвонила она, прежде чем исчезнуть из поля зрения. Кокоши смотрел ей вслед, прежде чем встать и повернуться лицом к своему отряду. Деревня, скрытая под дождем, да, сказал Тинза. Якацуки. Кокоши крепче жал Куны, когда перед его мысленным взором пронес образ Итачи. Учхо. Что они могут хотеть от Наруто и Девятихвостого? Спросил один из Анбу. Это не имеет значения. Если то, что мы знаем в Бокацуке, правда, мы должны добраться до Наруто как можно быстрее. Группа кивнула в знак согласия, когда Кокоши положил Куны в сумку с другими своими инструментами Ниндзя. Пойдем, Дейдара, Сасари и Наруто молча стояли на границе страны ветра, перед ними простирался песчаный пейзаж. Неужели нам обязательно идти через всю эту пустыню? Спросил Наруто, щурясь, пытаясь увидеть конец огромного пространства. Если мы хотим завершить нашу миссию, сказал Сасари со скучающим видом. Это место навевает воспоминания. Спросил Дейдара, когда группа начала идти. Воспоминания. Наруто повернулся к Сасари. Вы из скрытого песка? Конечно. Мой добрый человек Сасари изучил все свои кукольные техники, живя здесь. Я смог узнать только так много, сказал Сасари. Я полагаю, ты прав. Деревни могут быть довольно сдерживающими. Хм. Наруто согласно кивнул. Вы получили это право. Группа шла молча, каждый погрузившись в свои мысли. Как ты присоединился к Акацуке? Спросил Наруто, когда солнце начало садиться. Хм. Дейдара бросил взгляд на Наруто. Ну, у меня есть девятихвосты, объяснил Наруто. И это поможет установить мир во всем мире. Эну точка почему ты здесь? Ты тоже хочешь мира во всем мире? Лицо Дейдары помрачнело. Я был побежден, сказал он низким голосом, полным ненависти. Лучший. Он был слишком амбициозен и откусил больше, чем мог проглотить, прямо сказал Сасари. Дейдара не ответил. Что случилось? Никто не говорил. Он бросил вызов старшему члену, наконец сказал Сасари. И ему преподнесли его гордость на блюдечке с голубой каемочкой. Кто это был? Это не имеет значения, сказал Дейдара. Я верну его. Я покажу ему настоящее искусство. Ой. Так точка откуда другие участники? Ты узнаешь, когда встретишься с ними? Кто-нибудь из Канохи? Просто Итачи. Дейдара скрестил руки на груди и, явно обеспокоенный. Был еще Арчимару, добавил Сасари. Дейдара вздрогнул. Он меня напугал, сказал он. Слишком одержим змеями и вечностью. Как у вас с искусством? Наруто тупо подумал. Кто такой Арчимару? Один из легендарных сининов, сказал Сасари. Что такое легендарный синин? Сасари вздохнул. Не бери в голову. Он бросил взгляд на Наруто. Ты много говоришь. У меня много вопросов, защищаясь, сказал Наруто. Есть еще кто-нибудь из Канохи? Неа. Теперь только Туитачи. Дейдара ударил Наруто по затылку. Каково это быть особенным? Я устал быть особенным, ответил он. Я хочу быть нормальным. Нормальные люди не берут джинчарики. Нормальные люди искусством не занимаются. Наруто закатил глаза. Он не так давно знал Дейдару, но уже устал постоянно говорить об искусстве. Была глубокая ночь, когда группа наконец добралась до скрытой деревни, и Наруто не мог не поразиться и размером. Он огромен, сказал он, когда стены, окружающие деревню, становились все больше и больше по мере того, как они подходили все ближе и ближе. Это то же самое, что и любая деревня, поправил Сасари. Он просто стоит один и его ничего не окружает. Он взглянул на Наруто. Ты должен помочь нам поймать Однохвостого, так что не планируй сидеть сложа руки и смотреть. Наруто серьезно кивнул. Я готов, пообещал он. Я стал очень сильным. Дейдар рассмеялся и хлопнул Наруто по спине. Должен сказать, ты мне очень нравишься. Как ты собираешься поймать Однохвостого? Спросил Сасари. Я делаю это один. Спросил Наруто, широко раскрыв глаза. Я даже не знаю, кто это. Не волнуйся, сказал Дейдар. Помнишь, что я говорил тебе ранее? Мы с тобой будем творить искусство. Ты снова чересчур амбициозен, сказал Сасари. Искусство амбициозно. Хм. Сасари вздохнул и повернулся к Наруто. Однохвостый джинчурики младший сын Казикаги, рыжеволосый мальчик по имени Гара. Известно, что у него есть прием под названием абсолютная защита, в котором песок защищает его от любых атак. Даже его песок не защитит его от нашего искусства. Хм. Я бы хотел, чтобы маленький мальчик победил у нас. Маленький мальчик? Спросил Наруто. Он примерно того же возраста, что и ты, сказал Сасари. Ребенок моего возраста. Наруто подумал. Он сморщил лицо, задумавшись. Почему он не может присоединиться к Акацуке, как я? Он нам не нужен. Девятихвостый значительно сильнее Однохвостого. И кроме того, из того, что мы слышали, Однохвостый дженчурики чрезвычайно нестабилен и атакует без осторожности. Это делает его обузой для Акацуки. Это также делает его слабым, так как он не может контролировать силу, запечатанную внутри него, Акацуки не нуждаются в слабых членах. Он строго посмотрел на Наруто. «Включи тебя!» «Не будь обузой!» Наруто кивнул. «Я не буду!» Дейдара сунул руку в боковые карманы и начал лепить глину. «Мы придем с неба», — сказал он Наруто. По словам нашего информатора, дженчурики проводят много времени на улице в одиночестве. Мы должны быть в состоянии легко обнаружить его. Он закончил лепить глину и открыл ладонь, чтобы смаленькую белую птичку. «Как мы собираемся вписаться в это?» — спросил Наруто, скептически глядя на птицу. Дейдара усмехнулся и подбросил птицу в воздух. Он применил к нему дюцу, и оно превратилось в большую белую птицу, мягко приземлившуюся рядом с ним. «Вау!» Дейдара широко улыбнулся. «Мы вернемся!» — сказал он, садясь на птицу. «Сасари не пойдет с нами?» — спросил Наруто, следуя за Дейдарой. «Это тест для измерения ваших навыков», — сказал Сасари. «Дейдара не должен помогать тебе так сильно, как он. Сасари, мой добрый человек, не волнуйся. Просто расслабьтесь и позвольте нам с мвом, что такое настоящее искусство». «Хм!» Птица улетела, и они были в воздухе. «Как мы должны его увидеть, если мы так высоко?» — крикнул Наруто сквозь воющий ветер. Дейдара просто снова улыбнулся ему и убрал длинную челку с лица, обнажив странное металлическое приспособление, закрывающее его левый глаз. Наруто поднял бровь на Дейдару, когда он начал смотреть вниз на деревню, раскинувшуюся под ними. «Я найду его для тебя», — сказал он. «Но мой человек Сасари прав, вы должны вывести его самостоятельно». Через несколько минут парень и он нарушил молчание. Вот он, сидит на крыше. Наруто посмотрел туда, куда указывал Дейдара и едва смог различить фигуру, сидящую на чем-то вроде крыши здания Каги. «Почему он просто сидит?» — спросил Наруто, наклоняясь над птицей, чтобы попытаться рассмотреть ее получше. «Иди, спроси его», — ответил Дейдара, пнув Наруто в спину и отправив его в полет. «Я помогу, только если тебе это нужно!» — он крикнул. «Покажи мне свое искусство!» «Будь взрывным!» «Хм!» Наруто помчался к крыше, ветер завывал в ушах. Незадолго до того, как он разбился, Наруто развернулся и приземлился на ноги. Гара, пораженный внезапным звуком, повернулся лицом к вошедшему. Когда Наруто встал, Гара сузил глаза. «Кто ты?» — спросил он, скрестив руки на груди. Наруто улыбнулся. «Я не люблю повторяться», — сказал Гара. «Кто ты?» «Я здесь, чтобы поймать тебя», — ответил Наруто, все еще улыбаясь. Гарри было не до смеха, песок начал высыпаться из его тыквы и скапливаться у его ног. «Ты выглядишь уверенным». «Ну, да. Теперь я сильный». Он указал на небо. «Я должен доказать им, что я не бесполезен». Гара посмотрел на Дидару, который кружил над ними. «И ты сделаешь это, схватив меня?» — спросил он, оглядываясь на Наруто, который кивнул. «Ага». Усмехнулся Гара. «Ненавижу разочаровывать, но этого не будет». Наруто вскинул голову. «Я не знаю точка ты и не выглядишь таким уж сильным». Гара не отреагировал. «Ваша гордость будет вашим падением». «Ах, да. Ну, я не тот, у кого такое модное прозвище, как абсолютная защита или что-то в этом роде». Наруто перешел в атакующую позицию. «Разве это не означает, что ты не умеешь драться?» «Только защищать?» Лицо Гары слегка дернулось. «Как насчет того, чтобы с мвом, насколько я оправдываю свое причудливое прозвище?» Наруто ухмыльнулся. Не двигая ни одним мускулом, Гара послал серию песчаных атак в Наруто, который легко уклонился от них. Он подпрыгнул и покрутился в воздухе, прежде чем мягко приземлиться на перила крыши. «Это ничего», — сказал он. «В меня так часто бросали вещи, что я могу увернуться от них с закрытыми глазами. Очевидно, тебе еще многому предстоит научиться». Прежде чем Наруто смог расшифровать, что он имел в виду, песчаные щупальца обвилась вокруг его ноги и подняла Наруто с ног в воздух, удерживая его вверх ногами. «Ух ты! Это довольно аккуратно!» — воскликнул Наруто, его одежда прижимала его к песку. Отвращение охватило Гару. «Вы, конечно, оптимистичны по отношению к тому, кто потерялся», — сказал он прямо. Наруто рассмеялся. «Кто сказал, что я проиграл?» — он спросил. Пока он смеялся, чакры девятихвостого начала просачиваться из его тела, скрывая его. За его спиной сформировались четыре хвоста, один из которых оттолкнул песок Гару от ноги Наруто и освободил его. Он изящно приземлился на крышу и отряхнул свою одежду. Он посмотрел на Гару, лицо которого выражало благоговение. «Ты, джинчурики!» — прошептал он. «Четырехвостый!» «Не совсем. У меня есть еще пять, но я пока не могу их контролировать. Еще пять!» Гару на мгновение задумался. «Тогда это делает тебя девятихвостым!» Наруто улыбнулся и поднял большой палец вверх. «Это я!» «Но я слышал, что девятихвостый был запечатан двенадцать лет назад после нападения на Канаху. Это было... в меня!» Наруто поднял руку в сторону Гары. «Извини, но я должен поймать тебя сейчас!» Гара снова застыл и поднял свою руку в направлении Наруто. «Я так не думаю!» Наруто бросился на Гару в то же самое время, когда Гара послал в Наруто протянутую руку из песка. Наруто увернулся от руки, но не смог увидеть последующую атаку и тут же был поражен стеной песка, которая отправила его в полет с крыши. Он врезался в землю, несколько раз подпрыгнув и перекатившись, прежде чем, наконец, остановился. «Ой!» — пробормотал он, медленно поднимаясь на ноги. Он поморщился, коснувшись головы. Подняв взгляд туда, откуда он упал, он увидел, что Гара смотрит на него сверху вниз, скрестив руки на груди. «Я полагаю, ты не так силен, как тебе казалось», — сказал голос. «Хм!» Наруто огляделся в поисках источника голоса, прежде чем внезапно понял, что его больше нет в деревне. Скорее, он был в длинном промышленном коридоре, на полу скапливалась вода. «Где я?» «Наруто!» — повторил голос. Подняв бровь, Наруто двинулся в направлении голоса, двигаясь вверх и вниз по разным коридорам, пока, наконец, не пришел в большую комнату. Посреди комнаты были большие ворота с печатью, не показывающие ничего, кроме темноту с другой стороны. «Где я?» — снова спросил Наруто, подходя к воротам. Он положил руки на решетку и с любопытством вгляделся в темноту. Внезапно в поле зрения появилось большое лицо Девятихвостого, ухмыляющегося. Наруто отпрыгнул назад, крича. «Кто что?» — выпалил он, указывая на Девятихвостого. Лиса просто улыбнулась ему. «Однохвостого джинчурики не так легко победить, как ты думал, а?» Он смеялся. «И он даже не использует силу Однохвостого. И вот ты здесь, с четырьмя хвостами, не в силах нанести ему и царапины». Внезапно Наруто разозлился. Он встал и направился к Лису. «Что ты знаешь?» — он спросил. «Ты только и делаешь, что сидишь здесь, живешь в моем теле. Почему бы тебе не помочь мне?» Мадара сказал, что ты должен был мне помочь. «Смелый, не так ли?» Лис встал и потянулся. «Прежде чем лечь, его лица и лица Наруто были разделены только большими воротами. Как ты собираешься уничтожить Канаху, если не можешь даже захватить Однохвостого?» «Я, я стану сильнее, а потом...» «Подожди!» — пробормотал он. Лис рассмеялся. Четвертый определенно выбрал странного ребенка, чтобы запечатать меня. «Что вы получаете?» — спросил Наруто. «Если все, что ты собираешься делать, это смеяться надо мной, я уйду. Мне нужно поймать Однохвостого. Эм-эм-эм-эм, понятно. Ты сегодня очень занятой мальчик». Лис положил голову на свои большие лапы. Когда он это сделал, оранжевая чакра начала просачиваться через ворота и двигаться к Наруто. «Я хочу посмотреть, что вы можете сделать», — сказал он. «Я дам тебе больше своей чакры, позволяя тебе контролировать себя». «В конце концов, похоже, ты хорошо справился, сражаясь с этим мечником Акацуки. Что это значит?» — спросил Наруто. Глядя на свое тело, чакра придавала ему оранжевый оттенок. Факс усмехнулся. «Мы поговорим, когда ты закончишь», — сказал он. «Я хочу кое-что сказать тебе и Мадаре». «Мадара». Наруто посмотрел на Девятихвостого, заметив, что его глаза закрыты. «Возвращайте, когда закончишь», — повторил он. Странная комната внезапно исчезла, и Наруто снова оказался в деревне, хотя теперь у него было девять хвостов, торчащих из его тела и мерцающих вокруг него. Над головой Дейдара сузил глаза, наблюдая за разворачивающейся сценой. Наруто, который теперь понял ситуацию, усмехнулся. Он посмотрел туда, где был Гара, и, не теряя ни секунды, использовал всю свою вновь обретенную силу, чтобы броситься на Гару. Его скорость увеличилась в десять раз, и ни Гара, ни его песок не успели среагировать. Наруто ударил Гару кулаком в живот, заставив его отлететь назад и врезаться в стену. Наруто набросился на него и начал безжалостно бить и пинать, скали зубы в улыбке, когда песчаная броня Гара рассыпалась под его кулаками. «Кто теперь слаб? Что хорошего в твоей абсолютной защите против меня?» «Наруто!» — крикнул Дейдара, спускаясь с неба. «Он нужен нам живым!» Наруто, казалось, не слышал Дейдару, продолжая атаковать. «Внезапно земля вокруг ног Наруто взорвалась, и его отбросило назад, Дейдара легко поймал его. Я не закончил!» — сказал Наруто, когда скрывающая его чакра рассеялась. Дейдара странно посмотрел на него. «Ваше искусство не завершено», — сказал он, спрыгивая с птицей и поднимая бессознательное тело Гары. «В том, что вы сделали, не было ничего художественного!» «Хм! Я не пытался быть артистичным, я пытался победить!» — проворчал Наруто. Дейдар бросил тело Гары рядом с собой, когда они начали летать. «Хотя должен признать, вы определенно устроили сцену!» Наруто посмотрел вниз и увидел непрерывный поток ниндзя-песка, льющийся из окружающих зданий и крышей здания Каги. Они кричали на Наруто и Дейдару, но они были так высоко, что Наруто не мог разобрать, что они говорили. «Я впечатлен», — сказал голос Мадары. Дейдар и Наруто обернулись и увидели Мадару, стоящего с ними на птице, его мантия бешено развевались на ветру. «Ты не такой тончен, как мне бы хотелось, но, тем не менее, ты далеко продвинулся!» «Кто ты, черт возьми?» — воскликнул Дейдару, указывая на Мадару. «А почему на тебе мантия Кацуки?» «Конечно, не потому, что я член Кацуки», — категорически ответил Мадара. «Тогда почему я никогда не видел тебя раньше?» «Я предпочитаю работать за кулисами». «Это он привел меня сюда», — добавил Наруто, на что Мадара кивнул. Дейдар осузил глаза, глядя на них двоих. «Я пришел забрать тебя», — сказал Мадара, глядя на Наруто. «Я хочу поработать над контролем над твоей Чикрою, в конечном итоге над Девятихвостом. Судя по тому, что я видел, тебе не хватает ловкости». Глаза Наруто загорелись, когда он вспомнил свой разговор с Девятихвостом. «Он хочет поговорить с тобой». Мадара поднял голову. «Хм!» — Девятихвостый, — объяснил Наруто. «Он сказал, что хочет поговорить с тобой. Ему есть, что тебе сказать. Я понимаю. Откуда ты это знаешь?» «Потому что он сказал мне. Он. Я же говорил. Ты действительно говорил с Девятихвостым». Наруто кивнул. Он сидит за этими большими воротами. «Как интересно». Мадара поднес руку к подбородку, задумавшись. Медленно птица начала опускаться, и вскоре они снова оказались на земле, где их ждал Сасари. «Я слышал взрывы», — сказал он. «Дейдара, ты не должен был ему помогать. Поверь мне, я не был. Он сходил с ума, а я просто пытался его остановить». «Хм!» Сасари увидел Мадару. «Кто ты?» «Просто еще один участник». Он взглянул на Наруто. «Пойдем, Наруто. У нас есть работа. Я верю, что ты сможешь позаботиться о джинчирике». Добавил он к Дейдаре Сасари. Дейдара скрестил руки на груди и вскинул голову. «Ха! Как будто это что-то, что мы не могли бы сделать сами. Вы недооцениваете нас». Мадара не отреагировал. «Очень хорошо. Я оставлю это тебе. Вы нам ничего не оставите». Закричал Дейдара, обвиняющий и указывая пальцем на Мадару. «Нам дали эту миссию Кацуки, а не ты. Так что не думай, что ты лучше нас. Мои извинения. Я не хотел тебя оскорбить». Он повернулся к Наруто. «Пойдем. Привет. Я еще не закончил говорить с тобой». Прежде чем Дейдара успел закончить, Мадара и Наруто исчезли. «Хм. Вы когда-нибудь встречались с ним раньше?» Спросил Сасари. «Конечно». «Нет. Они оба подождали еще немного. Нам пора идти», «Наконец сказал Сасари, поворачиваясь и возвращаясь в том же направлении, откуда они пришли. Они скоро пришлют кого-нибудь за нами, и мы не хотим заставлять Акацуки ждать». Они шли молча, над ними парила птица Дейдара, неся Гару. «Тот человек. Я не думаю, что он мне нравится». «Хм. Тильда, тильда, тильда». Наруто широко раскрытыми глазами оглядел черное пространство того места, куда привел его Мадара. Они стояли на том, что казалось одним из многих парящих блоков, тьма простиралась так далеко, что Наруто не мог видеть конца, если он вообще был. «Что это за место?» Он спросил. «Это не имеет значения», ответил Мадара. Он положил руку на плечо Наруто и грубо развернул его, их лица были всего в нескольких дюймах друг от друга. «А теперь позвольте мне поговорить с Девятихвостым. Разве ты не должен был быть руководителем группы для новых выпускников в этом году?» Спросил Тинза, пока группа летела через лес. Какаши взглянул на него. Таков был план. Хотя с этим все явно изменилось. «Ты знаешь, кто будет в твоей команде?» «Не конкретно». У Чихосаски и Харуна Сакура были как минимум двумя участниками. Наруто тоже присоединился бы, если бы сдал экзамен повторно, добавил он мысленно. У Чихо, да. Бьюсь об заклад, это было бы интересно. Два Шарингона в одной команде. Конечно, это только в том случае, если они пройдут тест на звонок, верно? Какаши сухо рассмеялся. Группа остановилась, быстро осмотревшись, прежде чем пойти к дороге и побежать параллельно лесу, в котором они находились. «Мы немного отдохнем здесь», сказал Какаши, пока они шли, когда в поле зрений появилась небольшая деревня. «Едем уже три дню, съестьте и поищите любую информацию, хотя я сомневаюсь, что вы что-нибудь найдете. Мы встретимся здесь через пару часов». Команда кивнула, когда они вошли в городок, сняли маски и разошлись. «У тебя есть идея, где искать?» спросил Тинзо Какаши, снимая собственную маску. Какаши покачал головой. «Я даже не знаю, как мы попадем в скрытый дождь», признался он, пока они шли по грязной улице. Люди толпились вокруг, почти не глядя на новичков, когда Какаши и Тинзо вошли в магазин данного и сели. «Поскольку идет гражданская война, я сомневаюсь, что они просто впустят кого-нибудь». «Захватил его», говорил мужчина за столом рядом с Какаши и Тинзо. «Какой-то ребенок с оранжевой чакурой». «Апельсин». «Что это должно означать?» Какаши поднял бровь и посмотрел на Тинзо, который понимающий кивнул. Оба внимательно слушали разговор. «Я не уверен», сказал первый мужчина. «Но из того, что я слышал, этот парень просто пошел в скрытый песок и забрал его». «Несмотря на то, что он сын Казикаги и обладает абсолютной защитой». Мужчина кивнул, а его друг удивленно присвистнул. «Черт!» «Как он умудрился сделать это в одиночку?» «Там был мужчина с...» «Так что технически он был не один, но он, казалось, держался в стороне». «Но парню каким-то образом удалось разбить песок Гары и сбить его с ног, прежде чем его другу пришлось помочь». «Второй мужчина недоверчиво покачал головой». «Это какой-то ребенок». «Интересно, что такое история?» «Я не знаю». «Но если он достаточно силен, чтобы победить Гару, интересно, что еще он может сделать?» «Извините», сказал Какаши, полностью повернувшись к двум мужчинам. «Не подскажете, где вы все это слышали?» «Хм...» «О, у меня есть приятель, который работает с песком. Ему об этом вчера рассказали, а мне он сегодня утром рассказывал, проходя мимо». Он сделал паузу. Хотя это больше походило на то, что он бежал от песка. «Ты же знаешь, насколько отрывочна его работа», добавил он своему другу. «Вчера?» «Значит, это только что произошло», сказал Какаши, возвращая внимание мужчины к себе. «Да, насколько я знаю, посреди ночи». «Почему?» Какаши и Тинза уже ушли, прежде чем мужчина успел договорить. «Вот вам и еда и отдых», сказал Тинза. «Прости», сказал Какаши, «но это слишком важно». «Есть шанс, что Наруто все еще находится вокруг скрытого песка, а если нет, то он может направляться к скрытому дождю. Возможно, мы сможем его перехватить». «Думаешь, они заберут туда Гару?» «Зачем им вообще он нужен?» «Потому что Гару Джинчирики». «Глаза Тинза расширились». «Что?» «Однохвостый». «Эно точка, если Наруто сражался с Гарой, другим Джинчирики, чтобы захватить его, тогда...» Наруто объединил усилия с Акацуки. Тинза на мгновение задумался. «Но если у Акацуки есть Наруто и Девятихвостый, зачем им Однохвостый?» «Я не знаю. Но какой бы ни была причина, нам нужно добраться до Сэнда как можно скорее. Давайте разделимся и соберем всех». Тинза кивнул, и они разделились, чтобы найти остальных членов отряда. «Тильда, тильда, тильда, я не знаю как», пробормотала Наруто. Он просто начал говорить у меня в голове, и вдруг я оказался в каком-то странном коридоре, и везде была вода. «Наруто, ты знаешь, что болтаешь, когда взволнован?» Глаза Наруто расширились. Вот его голос. Он крикнул. Внезапно Наруто Наруто оказались в сознании Наруто, а Девятихвостый наблюдал за ними из-за запечатанных ворот. Он сузил глаза на Мадару. Этот Шаринган точка-то уже самое 12 лет назад. Однако точка Девятихвостый встал. «Ты не Мадара». «Хм». Наруто перевел взгляд слиса на Мадару. «Что значит, это не Мадара?» «Имена не имеют значения», сказал Мадара. «Но ты прав, я не настоящий Мадара». «Настоящий Мадара?» «Тогда кто ты?» спросил Наруто. «Ты можешь позвонить мне, точка Тоби». Наруто сморщил лицо. «Все это слишком запутанно», пробормотал он. «Леса разговаривает со мной в моей голове, Мадара не Мадара, Дейдара хочет, чтобы все взорвалось». Кисмичеловикакула. Он продолжал бормотать себе под нос, пока Тоби и Девятихвостый внимательно смотрели друг на друга. «Мне сказали, что ты хочешь поговорить со мной, наконец сказал Тоби. М-м-м, да. Мне любопытно, чего ты хочешь от Наруто и мальчика Гары». Лис сел, его красные глаза блестели. «У меня есть план», сказал Тоби. «Тот, который принесет мир во всем мире. Я понимаю. И сбор существ массового уничтожения способ добиться этого. Это выглядит довольно иронично, если вы так выразились. А как еще я должен выразить это? Я хочу преобразовать Десятихвостого зверя». Уши лиса навострились, а глаза сузились. Цукинуэммикикаку единственный способ обеспечить вечный мир во всем мире. Цукинумикикаку. Это название плана. М-м-м. Как вы планируете воссоздать Десятихвостого? Я начну с поимки Девятихвостатых зверей. Естественно. Голос лиса сочился сарказмом. «Ну что, если я не хочу быть частью этого Цукинуэммикикаку?» Таби вскинул голову. «Как ты думаешь, сколько у тебя есть права голоса?» Лис рассмеялся. «О, ты забавный!» Он сказал. «Ты, кто думает, что только потому, что ты чагота хочешь, можешь это получить? Вот это богатство!» «Кажется, ты забыл, что произошло 12 лет назад», сказал Таби, которого явно не позабавила вся эта ситуация. «После того, как я освободил тебя от Кушины, контролировать тебя было не более чем пустяком. Его глаз вдруг словно засветился. Даже через 12 лет не думайте, что я ослабел. Я учха, законный владелец тебя и других хвостатых зверей. Ты довольно смелый», – прорычал Девятихвостый. «Эй, подожди минутку», – перебил Наруто. «Где я вписываюсь во все это? А кто такая Кушина?» «Кушина была джинчурики до тебя», – сказал Лис. «Она доставляла немало хлопот», – добавил он, рыча при каждом воспоминании, которое возникло при упоминании ее имени. «Ну, что с ней случилось? Почему она больше не джинчурики?» «Прошлые джинчурики не имеют значения», – сказал Таби, «прежде чем Девятихвостый успел ответить. Она умерла 12 лет назад, и Лис был запечатан в тебе. Лис взглянул на тебе, но ничего не сказал из того, что, как он знал, было правдой. «Хорошо, точка, но ты обещал, что я смогу отомстить Канохе. Ты солгал об этом?» «Конечно, нет. Каноха и так стоит у меня на пути, его разрушение сделало бы мои дела более плавными. К сожалению, я не могу прикоснуться к нему прямо сейчас. Почему? Некий Ктото мешает мне это сделать. Пока о нем не позаботится, Каноха останется невредимой». Наруто нахмурил брови. «Это кто?» «Это не имеет значения. Сейчас все, что меня волнует, это найти остальных хвостатых зверей. К сожалению, здесь я должен согласиться с паршивцем», – сказал Лис. «У меня тоже есть вендетта против Канохи, поскольку они были теми, кто снова и снова заключал меня в тюрьму. Вы оба отомстите. Просто не будет в этот самый момент». Кроме того, добавил он, кивая на Наруто, «Несмотря на твой быстрый рост, у тебя все еще нет сил, чтобы уничтожить Каноху». Он снова посмотрел на Девятихвостого. «Если, конечно, вы не будете работать вместе». Лис поднял бровь. «Да, дай мне больше своей чакры». Сказал Наруто, поворачиваясь и указывая на Лиса. «Ты был в моем теле последние двенадцать лет, верно?» «Оплатить». Лис рассмеялся. «Ты тоже довольно смелый. Но я не понимаю, что я от этого выиграю. Если я не ошибаюсь, эта печать не снимается», – сказал Таби. «Если ты хочешь отомстить Канохе, тебе придется сделать это через Наруто. Любую печать можно сломать», – прорычал Девятихвостый. Таби вскинул голову. «Тогда почему за двенадцать лет, что ты была запечатана внутри него, ты не вырвалась на свободу?» Лис зарычал в ответ. «Все, что я прошу взамен, это то, что когда Каноха будет уничтожена, ты доведешь дело до конца с Цукиным и Кейкуку. И что это повлечет за собой? Только ваше сотрудничество». Лис сузил глаза на Таби. «Вы болезненно расплывчатые», – сказал он. «Но я не дурак», – подумал он. «Воссоздание Десятихвостого не принесет ничего хорошего, хотя я сомневаюсь, что этот сопляк может видеть что-то кроме своей необузданной ярости». Его глаза метнулись к Наруто, который смотрел на него со всей решимостью, на которую был способен двенадцатилетний мальчик, и вздохнул про себя. «Я полагаю, что мой лучший план – согласиться с двойником Мадара и посмотреть, что может сделать Наруто. Может быть, я смогу заставить его снять печать самому». Он невесело рассмеялся про себя. «Разве это не было бы чем-то? Я буду работать с Наруто, чтобы увеличить его силу и помочь ему уничтожить Каноху, а затем я помогу тебе». Таби кивнул. «Я рад, что мы смогли прийти к соглашению». Внезапно он исчез, и Наруто остался наедине с Лисом. «И что теперь?» Он спросил. «Ты просто даешь мне больше чакры». Лис рассмеялся. «На невежество молодежи стоит обратить внимание», – сказал он. «Если бы я просто отдал тебе свою чакру, тебя бы настигли и ты бы умер. Единственная причина, по которой ты не потерпел поражения в битве с Гарой, это то, что я все еще сдерживался». Он ухмыльнулся. «Ишь, тогда как мне стать сильнее?» «Наша воля должна слиться». «Наша воля?» «Да». Факс встал. «Это долгий и сложный процесс, и я сомневаюсь, что ты все запомнила бы, если бы я рассказал тебе сейчас. Так что, начнем с простого». Наруто скептически поднял бровь, когда Девятихвостый достиг своего полного роста, улыбаясь Наруто. «Меня зовут Курама, Наруто». Кокоши подумал, когда в поле зрения появилась деревня скрытого песка. «Где ты сейчас находишься?» Когда они подошли к главным воротам, их встретили несколько шиноби песка. «Сейчас мы никого не пускаем в деревню», — сказал один из них. Кокоши кивнул. «Мы слышали о Гаре». Шиноби сузил глаза, глядя на группу. «Тогда ты понимаешь». «Конечно. Но мы считаем, что знаем, кто за этим стоит, нам нужно поговорить с Казикоги». Шиноби переглянулись, не зная, что им делать. «У нас немного времени не хватает», — сказал Кокоши. Он колебался, прежде чем продолжить. «Одного из наших тоже забрали те же люди». Шиноби задумался еще на мгновение. «Пойдем со мной», — наконец сказал он. «Я отведу тебя к Казикоги». Кокоши одобрительно кивнул, когда группа вошла в деревню. «Вы знаете, почему это произошло?» «К сожалению, нет». Шиноби вздохнул. «Никто не любил Гару», — сказал он. «Даже его отец. Я знаю, что по крайней мере некоторые люди обрадовались тому, что он ушел». Кокоши поднял бровь. «Ой! Я просто не хочу, чтобы тебя удивила реакция Казикоги на ситуацию. Я понимаю, точка группа наткнулась на большое здание с символом песка на фасаде. Шиноби повели их внутрь. Казикоги сама?» Спросил он, когда они подошли к большой двери, которая была закрыта. «Что?» — сказал голос изнутри. «Здесь Шиноби Канохи, чтобы поговорить с тобой. Кажется, я говорил тебе, что в деревню никого не пускают». «Да, но они утверждают, что знают, кто похитил Гарусому». По ту сторону двери повисла тишина, прежде чем послышался звук приближающегося к двери человека. Появился Казикоги Расса, открыл дверь и заполнил дверной косяк. Он еще раз осмотрел Кокоши и его группу, прежде чем открыть дверь пошире и впустить их внутрь. «Так ты знаешь, кто забрал моего сына?» — спросил он, садясь обратно. По обе стороны от большого стола перед ним стояли двое других его детей. Они оба сузили глаза на Кокоши. «Мы полагаем, что это была группа под названием Акацуки». «Акацуки? Мы сами мало что о них знаем», — признался Кокоши. «Но, как и тебя, нашего джинчурики забрали, хотя это было несколько недель назад». «Что ж, я рад, что он ушел», — сказал сын Казикоги. Гара был маленьким куском дерьма, думая, что он намного лучше всех нас. «Конкура!» — прошипела его сестра. «Что? Я знаю, что ты чувствуешь то же самое. Разве он не всегда оскорблял тебя?» «Достаточно, конкура, Тимари». Раса внимательно наблюдал за Кокоши. «Что еще ты знаешь?» «Ах, ну, не так уж и много. Мы считаем, что они направляются к скрытому дождю». «Зачем?» «Мы не знаем. Ты хоть представляешь, чего они хотят от горы?» Кокоши потер шею сзади. «Не совсем так», — застенчиво сказал он. Раса не был впечатлен. «Значит, ты действительно ничего не знаешь?» По общему признанию. Раса вздохнул. «Кто твой джинчурики?» «Его, Синпэй», — прервал Тинзи низким голосом. «Это действительно информация, которую мы должны просто раздавать?» «Все в порядке», — Тинзи сказал Кокоши. «У нас союз с песком». Он посмотрел на Расу. «Верно?» «Конечно», — ответил Раса, точно так же глядя на Кокоши. Тинза выглядел обеспокоенным, но больше ничего не сказал. «Девятихвостый лис был запечатан в мальчике по имени Узумуки Наруто», — сказал Кокоши. «Хотя его держали в невидении по этому поводу, мы можем только предположить, что теперь он знает, кто он такой». «Несколько человек были свидетелями драки», — сказал Раса, откинувшись на спинку стула. Они сообщили, что видели плащ хвостового зверя, окружавший его, со всеми девятью хвостами наружу. Похоже, он определенно осознавал, кто он такой. Глаза Кокоши расширились, когда он посмотрел на Тинза. Насколько мне известно, он никогда не мог контролировать чакру Девятихвостого. Ну, очевидно, многое произошло с тех пор, как вы видели его в последний раз. Раса вздохнул и провел рукой по своим коротким рыжим волосам. Из того, что мне сказали, он быстро положил конец драке, его напарнику пришлось помешать ему забавить Гару до смерти. Может быть, избиение пойдет ему на пользу, пробормотал Конкура. Конкура предупредил Раса. Вы оба здесь только потому, что мы не знаем, вернутся ли они за вами. Вы должны знать, что может произойти. Это крайне маловероятно, сказал Кокоши. Похоже, они нацелены только на дженчурики. Раса поднял бровь. Я полагаю, вы не знаете, почему. Кокоши нервно рассмеялся. В любом случае, мы должны вернуть его. Хм. Конкура недоверчиво посмотрел на отца. О чем ты говоришь? Зачем нам его возвращать? Я единственный, кто может контролировать однохвостого, запечатанного внутри него. И нравится вам это или нет, но он величайшее достояние нашей деревни. Конкура усмехнулся. А актив, который вы пытались уничтожить? Конкура. Все, что он когда-либо делал, обращался с нами как с дерьмом, продолжил Конкура. Ему наплевать на нас, так почему нас должны волновать, что с ним будет? Он указал на Тимари. Ты знаешь, что я прав, не так ли? Вы же знаете, как он ведет себя с нами, думая, что он намного лучше всех остальных. Тимари выглядела неловко, оказавшись в центре внимания. Я. Я имею в виду, независимо от того, как ты относишься к ситуации, твое мнение необязательно, сказал Расса, вставая. Его голос был таким низким и опасным, что даже Калкаши немного пошатнулся. Как Казикоги этой деревни, я обязан обеспечивать безопасность людей. Включи Гару. Тогда чем объясняются все попытки убийства? Вы знаете, сколько раз вы пытались убить собственного сына из-за великого актива, который он запечатал внутри себя? Конкура пренебрежительно махнул рукой и начал выходить из комнаты. Если тебе нравятся такие сильные люди, как он, а не такие слабые, как я, Тимари, это твое дело. Я, например, надеюсь, что они устроят ему ад. Нет. Конкура. Дверь захлопнулась за Конкура. Тимари неловко переводила взгляд с отца нашей на Беконохе. Я извиняюсь, сказала она, прежде чем выйти из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Какая сложная семья, подумал Калкаши про себя. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть, сказал Расса, снова садясь. Ааа. Ты сказал, что они направляются к скрытому дождю. Это то, во что мы верим, да. Хотя мы не знаем, почему. Разве они все еще не в разгаре гражданской войны? Насколько мы знаем. Расса поджал губы, размышляя. Вы уже послали кого-нибудь за ним? Расса не ответил. Поскольку Гара ушел, я должен остаться и защищать свою деревню, сказал он после минутного молчания. Я не могу рисковать тем, что они вернутся и оставят мой народ без защиты. Я понимаю. Однако я могу одолжить тебе несколько шиноби. Любой, кого вы можете пощадить, будет очень признателен. Когда ты уедешь? Как можно быстрее? Расса кивнул. Я приготовлю их через час. Не стесняйтесь есть и отдыхать до тех пор. Калкаши кивнул. Спасибо. Тильда, тильда, тильда. Ты сделал то, что нужно? Спросил тебе, когда Наруто покинул свой разум. Думаю, да, сказал Наруто, оглядевшись и увидев, что они все еще находятся в странном мире плавающих блоков. Он сказал много вещей, которые я не совсем понял. Что-то о слиянии воли и контроля. Он почему-то говорил о кисами. Старик, которого он когда-то знал. Наруто сморщил лицо, пытаясь вспомнить свой разговор. Он позволил тебе контролировать его чакру. Ага, я так думаю. Покажи мне. Наруто нервно рассмеялся. Я действительно не знаю, как им пользоваться, признался он. Наруто, ты безнадежен, сказал Курамо в сознании Наруто. Внезапно Наруто был окутан чикрой девятихвостого, хотя в ней было больше желтого оттенка, чем раньше, и это придавало Наруто лисье уши, делая его более похожим на Курамо. Вау! Воскликнул Наруто, быстро оглядывая себя. Это отличается от того, что было раньше. По мере того, как время идет и наши желания продолжают сливаться, вы сможете контролировать еще больше, сказал Курамо. Но до тех пор вам придется смириться с этим. Тогда давайте поторопимся и сольим наши воли. Курамо рассмеялся. Во время. Таби внимательно наблюдал за Наруто, оценивая его. Ты любопытный мальчик, подумал он про себя. Вы мне напоминаете точка обида мелькнула в голове Таби, но он быстро отмахнулся. Нет времени останавливаться в прошлом, упрекнул он себя. Пошли, сказал он. Наруто посмотрел на Таби, когда чакра Курамо рассеялась. Куда мы идем? Ты увидишь. Таби телепортировал их из мира парящих блоков, и они появились в большой пустой пещере. Что это за место? Спросил Наруто. Не отвечая, Таби сложил руки в молитве перед своим лицом. Внезапно большая статуя начала пробираться вверх от взрослого. Нам придется подождать, пока Дейдара и Сасари прибудут с однохвостым, сказал Таби, когда статуя закончила подниматься. Глаза Наруто расширились от благоговения. Что это за штука? Спросил он, подбегая к статуе. Вот как мы будем собирать хвостатых зверей. Наруто склонил голову на статую, увидев девять заоткрытых глаз. Ты собираешься поставить джинчурики на руки или что-то в этом роде? Таби усмехнулся. Акацуки разберутся с однохвостым, сказал он. Как не важно. Мы с тобой продолжим работать над контролем твоей чакры. Ой, ну я хочу посмотреть, как выглядит однохвостый. Ты скоро его увидишь, пообещал Таби. Изнутри Наруто зарычал Курама. Тильда, тильда, тильда. Дейдара и Сасари медленно шли через лес по хорошо протоптанной тропе. Итак, как вы думаете, кем был тот парень в маске? Спросил Дейдара. Мне без разницы, ответил Сасари. Если он из Акацуки, какое это имеет значение? Наруто сказал, что это он привел его в Акацуки. Дейдара на мгновение задумался. Думаешь, лидеры знают о нем? Сасари не ответил. Полагаю, мы скоро узнаем, наконец, сказал он. Если он действительно является частью Акацуки, он также будет частью ритуала извлечения. Они шли молча. Тильда, тильда, тильда. Пейн молча стоял, наблюдая, как дождь мягко падает и на его деревню. Позади него молча стояла Канан. Теперь у нас есть однохвостый, сказал он. Канан кивнул. Это только начало. Он обернулся и увидел, что Канан отвлеклась. В чем дело? Ничего, сказала она через мгновение. Боль склонила голову. Тебе не нужно мне лгать. Канан задумчиво сжала губы. Я только точкой ей и голос оборвался. Пейн сошел с уступа, на котором стоял и подошел к Канан. Ты можешь рассказать мне, что тебя беспокоит. У меня плохое предчувствие по поводу всего этого, наконец, сказала она. Плохое предчувствие? Это глупо. Забудь, что я что-то сказал. Она повернулась и пошла прочь, но Пейн протянул руку и схватил ей за руку. Не знаю почему, но я просто точкой ей могу отделаться от ощущения, что все пойдет не так, как мы хотим, сказала она, отказываясь смотреть на Пейна. Когда это началось? Канан помедлил, прежде чем ответить. После того, как к нам пришел Наруто. Она медленно посмотрела на Пейна, внимательно наблюдая за ней. Как я уже сказал, это глупо. Если ваша интуиция предупреждает вас о чем-то, вы должны прислушаться к ней. Он отпустил ей руку. Мы будем внимательнее следить за вещами, пообещал он. Канан натянута улыбнулась ему и кивнула. Двое мужчин с рыжеволосым мальчиком. Мужчина почесал щеку, размышляя. Хммм. Они могли пройти здесь, хотя я не уверен. Кто-нибудь еще их видел? Какаши нажал. Ну, я думаю, ты можешь спросить по дороге. Есть семьи помоложе, которые могут помнить лучше, чем я. Он сделал паузу. Или они живут выше по дороге? Какаши вздохнул. Спасибо за помощь, сказал он, когда группа, теперь состоящая из конохи и шиноби песка, повернулась, чтобы уйти. Мы никого не видели здесь ни вверх, ни вниз по дороге, сказал Тинза. Он единственный человек на многие мили. Я знаю. Какаши оглянулся через плечо на мужчину, который все еще был погружен в свои мысли. Похоже, наш след остыл. Нам просто придется продолжать поиски самостоятельно. Мы собираемся продолжить Хидон Рейн? Если только у тебя нет плана получше. Какаши посмотрел на небо, где лениво катилось большое облако. Наруто. Он думал. Тильда, тильда, тильда. Почему я не могу посмотреть ритуал? Спросил Наруто, когда прибыли Дейдар и Сасари. Тебе нужно тренироваться, помнишь? Ответил Тоби. Да, но нельзя ли просто подождать минутку? Тоби схватил Наруто сзади за одежду и начал вытаскивать его из пещеры. Наруто в знак протеста бракался и упирался пятками в землю. Мы вернемся, когда вы закончите, крикнул он Дейдар и Сасари. Дейдар осузил глаза, когда Тоби и Наруто вышли из пещеры и исчезли из поля зрения. Мне он не нравится. Хм. Тебе не нравятся многие люди, категорично сказал Сасари, когда птица Дейдара уронила бездыханное тело Гары на землю. Во-первых, он думает, что может просто подойти и вести себя так, будто он лучше нас, продолжил Дейдар, игнорируя Сасари. Тогда он думает, что может просто выйти из процесса извлечения, который, как нам сказали, непрост. Пара подошла к статуе и прыгнула на назначенный им палец. Мне он не нравится. Хм. Повторил он. Твои чувства по поводу ситуации не имеют значения, сказал Пейн, внезапно появившись, его форма мерцала. Остальные члены Кацуки начали появляться. Они смотрели на единственную твердую часть в себе и вызывали резкий контракт с Темной пещерой. Тогда они не могли бы вы объяснить, почему его здесь нет, помогите нам? Спросил Дейдара. Судя по тому, что вы нам сказали, это будет нелегко. Хм. Между ним и Девятихвостом есть предварительные соглашения, сказал Пейн. Если Девятихвостый узнает, что его вытащили, он может взбунтоваться. Несмотря на прогресс Нарута и согласие Девятихвостого поделиться своей чкрой, это будет трудная битва. Легче просто держать его и Нарута в неведении об этом, пока не придет время извлечить Девятихвостого. Кто он вообще? Пейн колебался, прежде чем ответить. Его зовут Тебе, сказал он. Он работает сам по себе, так что большинство из вас еще с ним не знакомо. Глаза Итачи сузились, когда Пейн объяснил, кто такой Тебе. И почему он не помогает нам, пока старший участник наблюдает за мальчиком. У Нарута и Тебе уже есть рабочие отношения. Пейн сложил пальцы в позе Хитсудзе, показывая, что разговор окончен. Давай начнем. Это займет значительное количество времени и чакры. Я все еще думаю, что этот парень из Тебе должен быть здесь, пробормотал Дейдара себе под нос, имитируя жест Пейна. Перестань жаловаться и делай свою работу, упрекнул Сасари. Когда все девять участников выполнили знак Хитсудзе, статуя Гида открыла рот, голубая и дымоподобная аура вышла из него и окружила Гару, прежде чем он начал извлекать однохвостого зверя. Тильда, тильда, тильда. Куда мы идем? Спросил Нарута, пока они шли по лесу. Нам нужно открытое место для работы. Сколько еще? Недалеко. Нам нужно оставаться рядом на случай, если что-то случится. Как во что? Что-либо. Тильда, тильда, тильда. Да, я помню, что видела их, сказала женщина-какаши, кивая, стоя возле своей пельменной. Они прошли не так давно. Ты помнишь, в каком направлении они пошли? Спросил Тинза. Хм, дай подумать, точка, я думаю, они сказали, что направляются в страну рек. Страна рек? Спросил какаши. Это тот путь, к которому мы пришли, добавил один из шиноби песка. Да, теперь я вспомнила, сказала женщина. Двое мужчин говорили о стране рек и месте встречи. У них тоже был рыжеволосый мальчик, но он спал на большой белой птице. Какаши недоверчиво приподнял бровь, но позволил женщине продолжить. Они упомянули о каком-то ритуале. Понятно, сказал какаши, слегка поклонившись женщине. Вы очень помогли. Спасибо. Женщина покраснела, когда остальные поклонились, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Почему они продолжают двигаться? Спросил Тинза, пока они быстро шли через лес. Я не уверен, ответил какаши. Но если они взяли гару, джинчурики, в страну рек, скорее всего, Наруто тоже там. Какаши смотрел вперед, его разум кружился. Мы идем, Наруто, сказал он. Просто подожди еще немного. Когда солнце продолжало садиться, Наруто вытерпуцал лба. Девять хвостов торчали из-за его спины, мелькая вокруг него. Тоби стоял напротив него, ожидая. Ты хорошо поработал, сказал он. Давай возьмем перерыв. Наруто рухнул на землю, измученный, когда девять хвостов исчезли. Столько работы, пробормотал он, наполовину уткнувшись лицом в траву. Тебе нужно поесть, сказал Тоби, стоя над Наруто и протягивая пищевую таблетку. Съешь это, он наполнен чакурой. Наруто взглянул на таблетку, прежде чем отвернуться. Рамен.Он сказал. В конохе была стойка с раменом. Образы стенда промелькнули в его голове, и желудок заурчал. Ну, ты не можешь вернуться и взять что-нибудь, так что съешь это. Ты сможешь получить рамен в другой деревне, когда мы закончим здесь. Неохотно Наруто взял пилюлю и съел ей. Сколько еще мы будем тренироваться? Спросил он, перекатываясь на спину. Тебе еще предстоит пройти долгий путь. Я должен добраться до него сегодня вечером? Конечно, нет. Кроме того, это невозможно. Но нельзя просто сидеть и ждать, пока что-то произойдет. Мы сделаем небольшой перерыв. Тебе остановился, увидев, что Наруто уже спит, его грудь равномерно вздымается и опускается. Он вздохнул и сел рядом с ним, на мгновение вспомнив, что был в возрасте Наруто и насколько другим он был тогда, полный надежд и мечтаний о том, какой могла бы быть его жизнь. Он помнил, что был молодым и беззаботным, а титул Хакаги его единственной мечтой. Ну вот и девушка. Тебе покачал головой, чтобы очистить свой разум от мыслей, но прежде чем он успел их остановить, они вернулись обратно. Он задавался вопросом, на что это было бы похоже, если бы он остался в своей деревне, а не дезертировал и присоединился к Акацуке, не то, чтобы это была его вина, что он ушел. Он пытался представить себе жизнь, которая отличалась бы от той, что у него была сейчас, насколько другой он бы стал. Он определенно не был бы таким сильным, как сейчас, но обмен на мирную жизнь с Ником Промистову стоил. Он мог бы даже подружиться с этим высокомерным товарищем по команде. Тебе вздохнул, впервые позволив себе оплакать то, что он потерял. Картинка за картинкой заполнили его разум, стать Джанином, жениться, завести семью, стать Хакаги, заставить свой клан гордиться им. Солнце скрылось за горизонтом, унося с собой надежды и мечты Тебе. Он переключил свои мысли на Наруто и Девятихвостого, на грубую силу, которую они обладали, и на коллективную силу, которую они будут обладать, когда Девятихвостый, наконец, решит полностью поделиться своей чакрой с Наруто. Когда луна полностью взошла, Тебе встал и подтолкнул Наруто. «Просыпайся», — сказал он. «Пора снова приступать к тренировкам». Наруто застонал, бормоча себе под нос что-то о рамене, когда открыл глаза. «Хм. Я хочу, чтобы ты кое-что попробовал». Наруто протер солнце своих глаз и, спотыкаясь, поднялся на ноги. «Сколько чакр Девятихвостого вы можете использовать, не причиняя себе вреда?» «Гм. Я не знаю». Курама определяет это. «Курама? Девятихвостый. Я понимаю. Можешь спросить его, может ли он дать тебе больше чакры?» «Наверное». Наруто закрыл глаза и сильно сморщил лицо. «Ой, Курама, можно мне еще чакры?» Изнутри Наруто рассмеялся Курама. «Ты хочешь умереть?» Он спросил. «Э, нет. Тогда больше нет чакры. Научитесь использовать то, что я дал вам сейчас, и тогда вы сможете получить больше». Наруто открыл глаза. Он сказал «нет». «Почему? Если я использую больше, я умру. Я понимаю точка и сколько времени вам понадобится, чтобы справиться с большим количеством чакры». Наруто пожал плечами. «Я думал, ты знаешь, раз уж ты так много знаешь о хвостатых зверях». Таби сухо рассмеялся. «Неважно, давайте продолжим». Наруто перешел в наступательную позицию, чакра с девятью хвостами скрыла его и снова дала ему девять хвостов. Он бросился на Таби, который легко увернулся. Но когда он обернулся, он был удивлен, увидев Наруто прямо перед собой, его кулак был всего в нескольких дюймах от него. «Дерьмо», — подумал Таби, активируя шарингом. Кулак Наруто легко прошел сквозь него, и он упал на землю. «Эй, что это было?» — спросил Наруто, вскакивая на ноги. «Я должен был ударить тебя. Ты бы так и сделал», — признал Таби, его глаз светился красным. «Мне пришлось использовать свой шарингом, чтобы противостоять тебе. Похоже, что девятихвосты на самом деле дал тебе больше чакры». «Курама», — сказал Наруто. «Это его имя». «Да», — пренебрежительно сказал Таби. «Но раньше у тебя не было такой скорости». «Он прав», — сказал Курама. «Кажется, теперь ты можешь справиться с большим количеством чакры». «Хорошо». Наруто победоносно взмахнул кулаками в воздухе. На шаг ближе к уничтожению Канохи. «Не будем забегать вперед», — сказал Таби. «Тебе еще предстоит пройти долгий путь». Наруто кивнул, в его глазах отражалась решимость. «Я снова готов идти», — сказал он, ухмыляясь. «Приготовьтесь к тому, что вам придется продолжать использовать свой шарингон». Ночь продолжалась, пока Таби и Наруто тренировались. Когда солнце начало всходить, они все еще шли, Наруто теперь даже быстрее, чем несколько часов назад, заставляя Таби использовать свой шарингон все больше и больше. Когда взошло солнце, они остановились. «Как это было?» — спросил Наруто, засовывая в рот пищевую таблетку. «Неплохо, правда?» «Да. Ваше улучшение впечатляет». Наруто упал спиной на траву, вытянув руки и ноги. «Действительно. Даже я удивлен тем, как быстро ты смог приспособиться к моей чакре», — добавил Курама. Наруто ухмыльнулся, наслаждаясь похвалой. «Оставайся здесь и отдыхаю», — сказал Таби. «Я собираюсь проверить, как продвигается Однохвостый». Наруто поднял голову. «Могу ли я прийти?» «Нет. Пополнить свои силы. Мы начнем снова, когда я вернусь, я ненадолго». С этими словами он испарился. Наруто снова опустил голову. «Я хотел увидеть Однохвостого», — пробормотал он, закрывая глаза. «На него особо не на что смотреть», — сказал Курама. «Он большой и уродливый». «Ах, да». Наруто лежал в тишине, когда внезапный шорох привлек его внимание. Он быстро сел и повернулся в направлении шума, то есть на линию деревьев в нескольких ярдах позади него. Таби. Наруто. Кокаши вышел на поляну с облегчением на лице. Наруто поднял бровь. «Кто ты?» — он спросил. «А откуда ты знаешь мое имя?» Он заметил повязку на голове Кокаши и сузил глаза. «Ты из Канохи». Кокаши кивнул. «Я здесь, чтобы вернуть тебя». Наруто усмехнулся. «Как будто я этого хочу». «Я закончил с Коныхой». Он указал на свою повязку. «Видеть это?» «Это значит, что я покинул Каноху и присоединился к Акацуке». Кокаши, осуждающий, сузил глаза. «Где ты взял эту повязку на голову?» Он спросил. «Ты не окончил академию?» Выражение лица Наруто помрачнело от напоминания. «Тоби дал мне его». Он взял его у руки. Упавшие тела и руки, без повязки на голове, мелькнуло в голове Кокаши. «Значит, ты присоединился к ним с самого начала», — сказал он, главным образом самому себе. «Хм. Когда этот парень из Тоби пришел к тебе, ты сразу же присоединился к Акацуке». «Ага. Почему?» «Почему?» Наруто рассмеялся. «Почему?» «Потому что я ненавижу Каноху и всех людей, живущих в ней. На ум пришли образы людей, смеющихся или презирающих его. Они все игнорировали меня», — продолжил он, глядя в землю и сжимая кулаки. «Они относились ко мне как к чему-то меньшему, чем человек, и никогда не давали мне шанса. Что бы я ни делал, я всегда ошибался, никогда не был достаточно хорош. Его голос начал ломаться, когда он начал трястись от гнева. Я всегда старался из-за всех сил, но Саски. Самодовольная улыбка Саски запечатлелась в памяти Наруто. «Я всегда был последним, и никто никогда не пытался мне помочь. И теперь, когда меня нет, вы все вдруг хотите, чтобы я вернулся?» Он посмотрел на Кукаши и рассмеялся. «Как будто это что-то меняет. Наруто, а Кацуки не лучшая группа для общения. Ах, да. Что ты знаешь? Они ничего не сделали, кроме как помогли мне стать сильнее». Оранжевая чакра начала окутывать Наруто, когда он смотрел на Кукаши сверху вниз. Внезапно Тинза и другие шиноби выпрыгнули из-за деревьев. «Деревянный стиль!» Закричал Тинза, из его рук вырвались деревья и бросились к Наруто. Он отпрыгнул назад и легко уклонился от атаки. «Будь осторожен», — предупредил Курама. «Это дьюцу первого Хакаги. Он использовал его, чтобы схватить меня и запечатать в первый раз». «Понятно. Наруто, пожалуйста, послушай». «Нет!» Крикнул Наруто, указывая на Кукаши. «Ты здесь только потому, что тебе приказали. Тебе плевать на меня? Это неправда!» Минато мелькнул в голове Кукаши. «Я здесь, потому что я забочусь о тебе!» Наруто рассмеялся. «И поэтому мы встречаемся в первый раз?» «Ты сын моего старого хозяина!» Наруто был застегнут врасплох. «Что?» Кукаши глубоко вздохнул. «Четвертый Хакаги», — сказал он. «Он был моим хозяином, и он был твоим отцом!» «Ч-ч-ч-ч, что ты говоришь?» Спросил Наруто. Он сузил глаза на Кукаши. «Это какой-то трюк. Я обещаю тебе, что это не так. Эну точка если бы четвертый Хакаги был моим отцом, и он запечатал Кураму. Твой отец запечатал в тебе лиса, подтвердил тебе, появившись рядом с Наруто и положив руку ему на плечо. Можете представить? Отец, делающий это со своим собственным сыном. Кукаши сузил глаза на тебе. «Кто ты?» Он спросил. «Отпусти Наруто. Но зачем ему это?» «Потому что ему, как и всем остальным из Канохи, все равно. Тебе крепче сжал Наруто. Все, что они делают, это берут то, что хотят, и игнорируют то, чего не хотят. Твой отец был готов пожертвовать тобой, своим единственным ребенком, ради спасения деревни, а ты получил от них лишь ненависть. Не слушай его, Наруто!» Сказал Какаши. «Если это так, то зачем Хакаги Каготу посылать за тобой? Почему он так заботился о тебе все эти годы? Зачем и руки присматривать за тобой? Ничего из этого, блядь, не произошло!» Крикнул Наруто. Он сжал кулаки, его глаза покраснели, а зрачки превратились в щелочки. Хакаги всегда давал мне только ежемесячное пособие. Вот и все. Он никогда не показывал, что действительно заботится обо мне или что видит во мне нечто большее, чем рутинную работу. Ты здесь только по его приказу, не так ли? «Если нет, то почему ты никогда не заботился обо мне? Если бы четвертый был твоим хозяином, разве ты не должен был хотя бы время от времени навещать меня?» Какаши на мгновение замолчал. «Ты прав», — наконец сказал он. «Я тебя подвел. Как сын моего хозяина, я должен был заботиться о тебе, как о брате, особенно когда деревня так относилась к тебе». «Наруто, прости!» Наруто фыркнул и вытер слезы, о которых он даже не подозревал. «Глупые слезы», — подумал он. «Пожалуйста, вернитесь в деревню. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы все исправить, обещаю». Он протянул руку. «Такая сладкая ложь», — сказал тебе. Наруто взглянул на него. «Ты хоть знаешь, кто такой Наруто?» «Наруто, член Канохи», — ответил Какаши. «И Какаши на беканохи, я обязан заботиться о тех, кто из моей деревни. Даже те, которые другим не под силу. И тебе потребовался уход, Наруто, чтобы ты понял это. К сожалению». Какаши снова посмотрел на Наруто, его рука все еще была протянута. «Я никогда не оставлю товарища позади». Рука-то бей слегка дернулась от слов Какаши. «Почему?» — прошептал Наруто. Он посмотрел на Какаши. «Почему тебе понадобилось двенадцать лет?» Без предупреждений он бросился с такой скоростью и силой, что ни тебе, ни Какаши не успели среагировать. «Где ты был, когда я был один?» Наруто закричал, когда его кулак коснулся живота Какаши, отбросив его назад и врезавшись в дерево. Тиндзе сразу же начал использовать стиль дерева на Наруто, но рядом с ним появился Тоби. «Твой противник — это я», — сказал он. Его рука формировала знаки дюцу так быстро, что Тиндзе не мог видеть настоящие знаки. Внезапно он был брошен на землю. Анбу быстро прыгнул к Наруто, который легко отразил все их атаки с помощью девяти хвостов, торчащих из его спины. «Наруто!» — лениво сказал Курама. «Успокоиться!» Но Наруто его не слышал. А если зазнал, то игнорировал. Он набросился на ближайшего Шиноби, который едва смог уйти с дороги, когда когтистые руки Наруто опустились туда, где он только что был. Наруто закричал, когда оранжевая чакра, покрывающая его тело, начала меняться, превращаясь в кроваво-красную и черную смесь. Изменение продолжалось до тех пор, пока оно не охватило все его тело, а его глаза превратились в две белые ямки, теперь пронзающие кукаши. «Состояние хвоста того зверя», — сказал Тоби, на мгновение отвлекшись. Тинза воспользовался возможностью, чтобы начать собственную атаку, но Тоби сумел уклониться от нее в последнюю секунду. Шиноби также пытался атаковать Наруто, но в его новом состоянии одного удара его хвоста было достаточно, чтобы отправить их назад с достаточной силой, чтобы убить их в тот момент, когда они соприкоснулись либо с деревьями, либо с землей. Наруто издал еще один душераздирающий крик и бросился на кукаши, который едва успел отпрыгнуть с дороги. «Наруто!» — он крикнул. «Не поддавайся своей ненависти!» Наруто, казалось, не слышал, когда он зарычал, оскалив зубы. «Наруто, что они с тобой сделали?» — прошептал кукаши, стягивая повязку с левого глаза, обнажая шаринган. «Кукаши из шарингана», — сказал Тоби, «стой в нескольких ярдах от Наруто и кукаши». Тинза неподвижно лежал на земле у линии деревьев. «Думаешь, этого достаточно, чтобы остановить его? Вы же не хотите обидеть своего согражданина, не так ли? Что ты с ним сделал?» Спросил кукаши, пока Наруто продолжал наблюдать за ним. Его хвосты вились вокруг его тела и трепетали на концах. Никто не двигался. «Я сказал ему правду», — ответил Тоби. «То, чего ты и этот трусливый хакаги сделать не смогли. Вы заставили его стать тем, кем он не является». Тоби рассмеялся. «Я просто раскрыл его истинную природу», — ответил он. «Наруто мог бы стать твоим самым большим преимуществом. Сила Канохи могла быть умножена в десять раз». Он сделал паузу. «Очень похоже на Сунага Кури». Какаши сузил глаза. «Где Гара? Ты тоже собираешься настроить его против его деревня?» «Конечно, нет. У меня другие планы насчитать на хвостого джинчурики». Он повернулся к Наруто. «Наруто», — позвал он. «Ты все еще там?» Но его голос звучал далеко, и Наруто едва его слышал. «Это уничтожит твое тело», — сказал Кураму Наруто, стоя у больших ворот. Наруто пристально смотрел на печать. «И кроме того, у тебя нет ключа, чтобы отпереть его. Есть ключ. Твой отец очень тщательно запечатывал. Ну, где это?» «М-м-м, я не могу сказать. Может быть, он запечатал его внутри себя, когда умер. Может быть, он отдал его кому-то на хранение. В любом случае, сейчас все, что ты можешь сделать, — это использовать мою чакру». Наруто сжал кулаки и стиснул зубы. «Я хочу еще», — сказал он. «Я хочу уничтожить их всех». Кураму рассмеялся. «Ты мне нравишься все больше и больше», — сказал он. «Продолжай учиться контролировать мою чакру, не теряя себя. Как сейчас, например, ты полностью захвачен. О чем ты говоришь?» «Ты вошел в состояние хвастатого зверя», — объяснил Курама. «Прямо сейчас ты не только используешь больше чакры, чем можешь выдержать, но и причиняешь себе вред. У вас еще нет возможности контролировать силу, которой вы обладаете. Еще одна причина, по которой вам не следует вскрывать эти ворота. Я думал, ты хочешь уйти. Я делаю. Но я также знаю, что если это произойдет, за мной придут не только Клинахай и Акацуки, но и другие нации. Если я хочу, чтобы меня не схватили и не запечатали в нового Джинчирики, мне лучше и остаться с тобой еще немного». Он ухмыльнулся. «И кроме того, за тобой становится все интереснее наблюдать. Я также не хочу облегчать жизнь этому пользователю Шарингана», — добавил он мысленно, когда перед его мысленным взором промелькнуло лицо Таби в маске. «Тогда что мне делать?» Курамо закрыл глаза. «Я на какое-то время перестану давать тебе свою чакру. Успокойся, используй свою голову и победи этого кукаши, не потеряв себя снова. Я уверен, что Таби будет более чем вотов помочь вам, если вам это нужно. После этого тебе придется продолжать тренироваться, чтобы использовать мою чакру и работать над слиянием нашей воли». Он открыл один глаз, чтобы посмотреть на Наруто. «Если вы будете поддерживать постоянную скорость прогресса, вы сможете открыть эти врата в кратчайшие сроки». Снаружи его тело крыло-красное и черное покрытие начало отступать, обнажая покрытую шрамами кожи Наруто. Вскоре он был покрыт только плащом девятихвостого, он сузил глаза на кукаши. «С тобой все в порядке?» Спросил Таби, Наруто кивнул. «Думаешь, ты сможешь справиться с ним в одиночку?» «Да. Тогда я оставлю это тебе». Таби отскочил в сторону. «Наруто?» «Не». Наруто снова атаковал, но кукаши был готов к нему. Он использовал свой шаринган и предвидел движение Наруто, хотя и с трудом. «Черт, даже с шаринганом я едва могу уйти с дороги», — подумал он. «Тинза!» Он крикнул. «Мне нужно, чтобы ты сдержал его своим деревянным стилем». Ответа не последовало. «Тинза!» Снова позвал он, уклоняясь от еще одной атаки Наруто хвостом. «Не думаю, что он тебя слышит», — крикнул Таби. Какаши оглянулся на Наруто и увидел, что Тинза неподвижно лежит на земле. «Черт!» — подумал он. «Это все усложняет». «Наруто, послушай меня», — сказал Какаши с оттенком отчаяния в голосе. «Тебе нужно вернуться в Канаху. Я не знаю, что Акацуки пообещали тебе, но ничего хорошего из-за того, что ты здесь останешься, не выйдет. Вернись со мной и позволь мне помочь тебе». «Что, как будто ты помогал мне все эти годы?» «Я признаю, что ошибался», — сказал Какаши, когда Наруто снова бросился на него. «Я прошу дать мне шанс примириться со своими действиями. Почему я должен что-то делать для тебя?» Наруто выругался, когда Какаши уклонился от его атаки и снова атаковал его. Какаши, который был настолько занят Наруто, что не заметил движения Таби позади себя, внезапно обездвижился. Таби крепко схватил его за волосы правую руку, заставив его встать на колени. Наруто подошел к нему, его красные кошачьи глаза смотрели на Какаши, тяжело дыша. «Я никогда не прощу Канаху!» Он крикнул. «Никогда!» Сожжатый в кулак рукой, покрытый горящей оранжевой чакрой, Наруто приготовился ударить Какаши. Но в последнюю минуту Какаши дернулся в сторону ровно настолько, чтобы кулак Наруто прошел ему плечо, а не сердце. Кровь хлынула с другой стороны, покрывая руку Наруто, когда его сердце бешено колотилось. Из-под маски Таби усмехнулся. Какаши упал на четвереньки к ногам Наруто, правой рукой придерживая рану на левом плече. «Наруто!» Выдохнул он. «Я закончил с Канахой», — мрачно сказал Наруто, его волосы закрыли глаза. С его руки капала кровь Какаши, когда он резал Какаши глаза. «Я собираюсь уничтожить Канаху и всех в ней!» Какаши посмотрел на Наруто. «Наруто!» Без лишних слов Наруто повернулся и пошел прочь. «Ты не собираешься его прикончить?» Спросил Таби. Наруто ничего не ответил и продолжил идти. «Хм!» Без предупреждения Таби пнул Какаши в бок, заставив того согнуться пополам. «Я собираюсь убить тебя. Но сначала я возьму твой шарингом. Или, лучше сказать, я заберу твой шарингом». Какаши выбил ногу, ударив Таби в живот и заставив того споткнуться. «Я вижу, в тебе еще есть немного борьбы», — проворчал он, когда Какаши поднялся на ноги, все еще держа свою раненую руку. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, я удивлен, что у тебя все еще есть силы, чтобы...» «По поводу шарингона...» «Что ты имеешь в виду, ты заберешь его обратно?» Таби рассмеялся. «Конечно. Сколько лет прошло?» Он посмотрел на Какаши, его глаза практически светились за оранжевой маской. «Я не удивлен, что ты меня не узнал. Хотя, должен сказать, мне немного больно». Какаши сузил глаза. «О чем ты говоришь?» Он взглянул на Наруто, который все еще шел прочь. «Ну, я полагаю, это не имеет большого значения. Ты все равно скоро умрешь». Какаши снова посмотрел на Таби. «Что ты собираешься делать с Наруто?» «Воспитывай его. Я покажу ему, на что он действительно способен. Зачем ты взял Гару?» Таби пренебрежительно махнул рукой в воздухе. «Он служит другой цели». «Какой?» «Не твоя забота». «Но не беспокойтесь сами, я позабочусь о Наруто лучше, чем ты или Кинаха. Я очень сомневаюсь в этом. Из того, что я знаю, Акацуки ничего не сделали, кроме как усилили напряженность между нациями, и теперь ты ищешь джинчурики и хвостатых зверей». Он снова сузил глаза. «Итак, я спрошу тебя еще раз, что ты собираешься делать с Наруто?» «Как насчет того, чтобы задать вам вопрос, если бы ты взял Наруто с собой, что бы ты с ним сделал?» «Я бы позаботился о нем», — прямо сказал Какаши. «Так, как я должен был вести себя все эти годы. Я бычу его стать ниндзя и позабочусь о том, чтобы он больше никогда не чувствовал себя одиноким. Он сделал паузу. И хотя я никогда не смогу заменить его отца, я сделаю все возможное, чтобы присматривать за ним, как это делал бы его отец. Какое совпадение! Я планирую сделать то же самое. Вот тут ты ошибаешься. Вы кажетесь ему инструментом для реализации своих собственных желаний. Вы взяли Наруто и убедили его, что вы на его стороне, что вы понимаете его, когда все, что вы собираетесь сделать, это использовать его, а затем выбросить. Это так». Какаши посмотрел в сторону Наруто, он остановился и слушал разговор Таби и Какаши. Он держался к ним спиной, но этот факт не ускользнул от Какаши. «Я знаю, что ты слушаешь, Наруто», — сказал он. «В глубине души ты знаешь, что в моих словах есть доля правды, не так ли?» Наруто не ответил. «Еще не поздно, Наруто. Я знаю, что ты злишься, и у тебя есть на это полное право. То, что сделала деревня, а правильно, и я не собираюсь притворяться, что это не так. Все, о чем я прошу, это дать им еще один шанс». Наруто помедлил, прежде чем ответить. «Не убивай его», — наконец сказал он, поглядывая через плечо на Таби. «Я хочу, чтобы он был там, когда я уничтожу Кинаху. Пусть он тоже сохранит свой Шаринган, я хочу убить его, когда он будет в полной силе». Его глаза метнулись обратно к Какаши, а затем, не дожидаясь ответа от Таби, исчезли. «Признаю, у него есть нервы», — сказал Таби, глядя на Какаши. «Но я полагаю, что выполню его желание. Увидимся позже». С этими словами он исказился, его красный глаз был последним, что Какаши видел в нем. Теперь, когда Наруто и Таби ушли, Какаши упал на колени, боль от травмы внезапно пронзила его со всей силой. Он застонал, крепче сжимая плечо. «Тинза», — пробормотал он. Медленно он снова поднялся на ноги и зашаркал туда, где лежал Тинза. «Тинза». Он опустился на колени и увидел, что Тинза все еще дышит, и вздохнул с облегчением. Практически рухнув рядом с ним, Какаши порылся в своем наборе ниндзя, вытащил бинты и начал обрабатывать свои рану. Пока он работал над этим, его мысли начали блуждать, возвращая его в то время, когда он был моложе своей собственной команде. Он вспомнил, как Мината обращался с ним, особенно после смерти отца. Рука Какаши начала дрожать, и одинокая слеза скатилась по его щеке. «Сенсей», — выдавил он, — «извините. Мне так, так жаль». Когда Тинза наконец проснулся, солнце уже село. Какаши сидел рядом с ним, погруженный в свои мысли. «Сэмпай!» — пробормотал Тинза, у него закружилась голова. Он медленно сел, морщися, хватаясь за бок, который Какаши обернул. «Что случилось?» Какаши некоторое время не отвечал. «Мы потерпели неудачу, — наконец сказал он. У Акацуки есть Наруто». Тинза медленно открыл глаза и огляделся. «Где остальные?» «Мертвый». Он посмотрел на руку Какаши. «Что с тобой случилось?» «Наруто пытался меня убить». Какаши посмотрел на Тинза, и Тинза заметил, насколько он устал. «Ты сам не намного лучше». Тинза разорвал зрительный контакт. «Я чувствую свои сломанные ребра. Да, у вас есть по крайней мере три из них. Еще пара либо в синяках, либо в трещинах, и, похоже, у вас есть какие-то внутренние повреждения. Жаль, что с нами нет ни Ниндзиме-медика». Он сухо рассмеялся. «К сожалению, мои навыки лечения не совсем на высоте. Я не могу продолжать. Вам будет хорошо. Сэмпэй, ты знаешь правила для раненых Анбу? Прямо сейчас мы единственные, кто знает, что произошло», — прервал Какаши. «Мы должны вернуться в Канаху и сообщить обо всем, что произошло, Хакаги. Вы можете пойти сами. Я только замедляю тебя». Тинза. Какаши положил руку ему на плечо. «Как капитан этой миссии, я приказываю тебе не убивать себя и вернуться со мной в Канаху. Я понимаю правила и то, что я говорю вам нарушать их, но у вас есть более важная цель, помимо этой миссии. Я не вижу. То, что мы не смогли вернуть Наруто, не означает, что мы можем уйти. Ты по-прежнему единственный, кто может использовать дюцу деревянного стиля первого лорда, что делает тебя чрезвычайно важным активом как с точки зрения Наруто, так и в целом. Он сделал паузу. «Канаха не может позволить себе потерять тебя». Тинза немного подождал, прежде чем кивнуть. «Я понимаю». Какаши кивнул ему и встал. «Тогда вперед. Нам нужно добраться туда как можно быстрее». Тинза встал, и они вдвоем пошли, медленно двигаясь мимо обугленных останков своих собратьев. Шиноби Наруто стоял над входом в пещеру, где Акацуки извлекали однохвостого. Он смотрел на страну рек, ветер нежно дул и шевелил его волосы и одежду, его раны начали заживать сами по себе, и его кожа почти вернулась в нормальное состояние. Позади него стоял Тоби на фоне восходящей луны. «Я удивлен, что вы не захотели его убить», — сказал он. «Учитывая его отношения с твоим отцом. Я лучше сначала увижу, как он все потеряет». Наруто повернулся лицом к Тоби. «Откуда вы узнали о моем отце? Я был там в ту ночь, когда Девятихвостый был запечатан в тебе. Скажи мне, что произошло». Тоби кивнул. «Конечно». «Кушина, как вы уже знаете, была дженчурики до вас, она была твоей матерью». Бровь Наруто дернулась. «Моя мать была дженчурики?» «Да. Она была доставлена в Канаху специально для того, чтобы стать дженчурики Девятихвостого, из-за превосходства клана Узумуки в запечатывающих дьюцу. В конце концов, она вышла замуж за твоего отца, Мината, и забеременела от тебя. Несмотря на ее родословную, во время родов печать, удерживающая Девятихвостого внутри нее, будет ослаблена, и я решил использовать эту возможность, чтобы взять Девятихвостого и выпустить его в Канаху. Но ты потерпел неудачу». «Да. Как бы мне не хотелось это признавать, Мината не зря был Хакаги. Ему удалось отразить атаки Девятихвостого, а Кушина, несмотря на то, что только что родила, смогла сдержать Девятихвостого с помощью своего дьюцу. Я до сих пор не понимаю, какое я имею к этому отношение». Таби поднял руку, и Наруто замолчал. После того, как Девятихвостого задержали, продолжил он, Мината использовал печать смерти жнеца, чтобы взять половину чакры Девятихвостого и запечатать ей внутри себя, а оставшуюся половину запечатать в вас, его новорожденном сыне. «И он, и Кушина умерли через несколько мгновений после того, как Девятихвостый попытался убить тебя, прежде чем он был запечатан. Почему ты не попытался взять Кураму, как только он был задержан?» Таби колебался, прежде чем ответить. «В тот момент я уже покинул Канаху», — наконец сказал он. «Я был проинформирован о событиях запечатывания от Коготу и еще. Почему ты ушел? Как я уже сказал, твой отец был сильным. Он смог отразить все атаки Девятихвостого, включая его бомбу хвостатого зверя. Наруто в замешательстве поднял бровь, но ничего не сказал. Я недооценил его и его силу, и я был вынужден отступить. Наруто подумал о том, что сказал Таби. «У него нет никаких причин лгать мне», — рассудил он, снова повернувшись лицом к стороне рек, скрестив руки на груди. «Но все равно это фантастическая история. Значит, он спас деревню, но ценой своей и моей жизни. Да. Он вообще думал обо мне и о том, как будет выглядеть моя жизнь?» — спросил он через мгновение больше себе, чем Таби. «Я понимаю боль, которую ты, должно быть, чувствуешь», — сказал Таби. Но я имел в виду то, что сказал Какаши. «Все и все, что вы когда-либо могли бы хотеть или нуждаться, я предоставлю это для вас. Ты больше никогда не пройдешь через то, через что прошел в Канухе. Тогда могу я спросить тебя, что ты собираешься делать с Курамой, когда мы уничтожим Канаху? Как ты собираешься реформировать десятихвостого?» Наруто стоял спиной к Таби, пока тот задумчиво сжимал губы. «Девятихвостый будет извлечен из тебя», — медленно сказал он. «Собрав всех девять хвостатых зверей вместе, я смогу преобразовать первоначального десятихвостого. Что со мной будет? При нормальных обстоятельствах ты бы умер. Однако, освободив печать, удерживающую девятихвостого внутри вас, вы сможете пережить этот процесс, а Акацуки все равно смогут достичь своей цели». Курама тихо зарычал, Наруто молчал. «А как же Курама?» Таби вскинул голову. «Что ты имеешь в виду?» Курама умрет. Он будет возвращен в свое первоначальное состояние как часть десятихвостого. Он сделал паузу. «Хотя должен сказать, я удивлен, что ты, кажется, так заботишься о нем, учитывая, что он является причиной твоей изоляции в Канохе и смерти твоих родителей. М-м-м. Это должно быть нашей волей, они выравниваются. Да, я так полагаю». Они оставались на вершине утеса, пока ночь продолжалась, Наруто думал о том, что сказали Какаши и Таби, его разум кружился. Как бы он не хотел в это верить, история, которую ему рассказали, оказалась правдой. Он задавался вопросом, что происходило в голове его отца, когда он запечатывал Кураму в себе, в своем сыне. Неужели не было другого выхода? Разве он не запечатал в себе всего Кураму? Могла ли Кушина не забрать Кураму обратно? Вопросы крутились в его голове без ответа. Когда солнце, наконец, начало подниматься, звуки голосов Дейдара и Сасары донеслись из пещеры. «Помогите в следующий раз, новый член или нет?» «Хм. Ты слишком много жалуешься. Они закончились?» Спросил Наруто, глядя на Дейдара и Сасаря, которые были просто пылинками. «Да». Таби прошел мимо Наруто и спрыгнул со скалы, Наруто последовал его примеру. Они легко приземлились рядом с парой. «Ах!» — крикнул Дейдара. Когда он понял, что это Таби и Наруто, он сузил глаза. «Развлекаешься, бегай вокруг, пока мы делаем всю работу». Он плюнул. «Я бы не назвал это весельем», — холодно сказал Таби. «Какаши не простой враг, хотя Наруто хорошо с ним справился». Дейдара скептически поднял бровь. «Какаши? Ишь, Шарингана!» «Да. Как он тебя нашел?» «Это не имеет значения». «Действительно. Я думаю, что это довольно актуально». Дейдара взглянул на Наруто, который ковырял свою мантию Акацуки. «Если он нашел Наруто сейчас, кто может сказать, что кто-то другой не найдет его позже?» «Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Какаши особый случай». «Я понимаю. Ты позаботился о нем, верно?» «К сожалению, нет». «Э?» «Я думаю, что он просил оставить Какаши в живых, а не отсутствие у меня способностей». «Хм. Наруто хотел его живым?» «Он сказал, что хочет, чтобы Какаши стал свидетелем разрушения Канохи». Дейдара снова посмотрел на Наруто, у которого теперь был пытливый и голодный взгляд. «Это проблема?» «Он спросил». «Конечно нет», — ответил Дейдара, беспокойно глядя на Наруто, он повернулся к Тэбби. «И что теперь?» «Наруто продолжит помогать нам найти оставшихся дженчурики и хвостатых зверей». При упоминании дженчурики Наруто посмотрел мимо Дейдара и Сасари в пещеру. «Где Гара?» — спросил он, вглядываясь в темноту. «Я уже говорил тебе, что произойдет во время процесса извлечения», — сказал Тэбби. Дейдара поднял бровь. «Я думал, он ничего этого не знает?» «Все изменилось». «ЦК!» Лидер казался довольно непреотклонным в том, что он ничего не знает. «Хм!» «Я ему все объясню, если возникнет необходимость. Могу ли я увидеть его?» — спросил Наруто. «Нет необходимости увидеть мертвое тело. Я просто хочу его увидеть», — повторил Наруто, входя в пещеру. «Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел неподвижно лежащую на земле фигуру. Когда он добрался до нее, перед ним лежало безжизненное тело Гары. Он опустился на колени и перевернул его на спину, рассматривая. Темные круги вокруг глаз. Татуировка «Любовь на лбу». Рыжие волосы обрамляют его лицо. Даже мертвый, он выглядел обеспокоенным чем-то. «Интересно, могли бы мы быть друзьями?» — подумал Наруто. «Два джинчурики, это могло случиться, верно?» Наруто позвал Тоби через мгновение. Время идти. Наруто встал и в последний раз посмотрел на Гару, прежде чем повернуться и уйти. Когда он добрался до входа в пещеру, Гара был уже забыт Тива, которой Наруто обладал за годы тренировок, нервировала даже членов Акацуки. Хотя большинство из них не могли до конца понять, что происходит между Наруто и Акурамой, они могли видеть, как со временем Наруто становился сильнее. Его ниндюцу сравнялась Тоби. Его гиндюцу стала соперничать с Итачи. Его сила равнялась Силикисами. Его драйв был похож на драйв Пейна. Его потребность уничтожить Канаху связана с Курамой. В конце концов, Наруто смог сразиться с любым из членов Акацуки, не вспотев. Даже в паре против него Акацуки должны были всегда оставаться на чеку, чтобы не прииграть. Их единственным преимуществом перед ним было то, что у них было больше боевого опыта, чем у него. Захват Джинчирики не беспокоил Наруто. Растущая связь с Курамой означала, что он был намного сильнее любого, кто осмелился выступить против него. Помогло то, что большинство Джинчирики, казалось, презирали запечатанных в них хвостатых зверей, используя их только как источник чакры для борьбы. И хотя Наруто получил похвалу от Акацуки за свой успех, Тоби был другой историей. Вместо того, чтобы хвалить его за то, что он делает, Тоби указал на то, что Наруто сделал неправильно, подвергая каждую неудачу и ошибку тщательному анализу. Он подталкивал и подталкивал его, всегда говоря ему делать больше, больше, больше. Это начинало расстраивать Наруто. В конце концов, два года сплошной критики никак не помогли Наруто поднять самооценку. «Он никогда не дает мне передышки», — пробормотал он, когда Хидден в сотый раз за день спорил с Кокозу о религии. Хидден был относительно новым участником, и Наруто не был уверен, насколько он ему нравится, он был мазохистом, который был слишком одержим ритуалами и постоянно пытался обратить его. «Даже Кокозу время от времени говорит мне что-то относительно приятное», — угрюмо добавил Наруто, отрывая травинку. «Я не знал, что твои чувства собственного достоинства пришло от тебе», — сказал Курамы из разума Наруто. Его голос был сочился насмешкой. Наруто закатил глаза. «Знаешь, он тоже тебя косвенно упрекает. Так как я использую твою силу и все такое». Курамы рассмеялся. «Думаю, я выживу. Это просто раздражает». «Наруто». Наруто посмотрел на Хидона, который шел к нему. «Пойдем, у нас есть миссии». Наруто встал и отряхнулся. «Какое именно?» Хидон поджал губы. «М-м-м. Пятихвостый», — сказал Кокозу Монатонным голосом. Все трое пошли, Хидон снова начал рассказывать о Господе, чтобы это не было. «Как ты относишься к тебе?» Спросил Курама. «Что ты имеешь в виду?» «Что я мог иметь в виду, спрашивая, как ты к нему относишься?» Наруто пожал плечами. «Я не знаю. Он помогает мне стать сильнее, и я знаю, что он ненавидит Канаху и все такое». Наруто сделал паузу. «Но... Какого черта ты бормочешь?» Спросил Хидон, бросив взгляд на Наруто. «Ты с кем-то разговариваешь?» «Девятихвостый», — сказал Кокозу, бросив на Хидона собственный взгляд. «Разве это не очевидно?» «Привет. Односторонний разговор и первый признак сумасшествия. Насколько нам известно, он может сходить с ума. Я здесь не сумасшедший», — подумала Наруто. «И кроме того, разве он не может поговорить с Девятихвостом в своей голове или еще с какой хренью?» «Ну что?» Курама давил, Хидон теперь игнорировал. Наруто поджал губы. «Ты что-то чувствуешь в нем, не так ли?» Наруто не ответил. Вскоре Наруто столкнулся лицом к лицу с Пятихвостым. Так же легко, как он расправился с предыдущими хвостатыми зверями, он быстро расправился с этим, и вскоре джинчирики лениво перебрались через плечо Кокозу, когда они начали двигаться к стороне рек. Время шло, а Наруто продолжал расти. С каждым днем и каждой битвой с хвостатым зверем он становился сильнее. Его сомнения по поводу Таби остались без обсуждения, поскольку Таби ожидал, что его словно будет исполнены без вопросов. Мысли о Канахе в руинах вспыхивали в голове Наруто каждый раз, когда Таби критиковал его, и этого было достаточно, чтобы помочь ему придержать язык. Это продолжалось день за днем, пока даже Таби больше не мог игнорировать тот факт, что Наруто вел себя по-другому. «Ты отвлекся», — сказал Таби, и вырвав Наруто из его мыслей, едва не пропустив атаку, от которой ему должно было быть легко уклониться. «Хм!» Таби вздохнул. «Что происходит?» «Ничего». Таби скрестил руки на груди. «Вы не можете сделать все возможное, если не обращаете внимания на то, что делаете. Так что я спрошу еще раз, что не так». Наруто глубоко вздохнул, чакра Курамы уходила и возвращалась внутрь него. «Я делаю что-то неправильно?» Наконец спросил он. Таби вскинул голову. «Что?» «Ты никогда не охвалишь меня, только говоришь, что я делаю неправильно. Вы не можете стать лучше, если не знаете своих ошибок. Однако я делаю не только ошибки. Я получил всех семи хвостатых зверей, не отставал от своих тренировок, практически объединился с Курамой, но тебе каждый раз удавалось находить что-то не так в том, что я делаю». Таби внимательно смотрел на Наруто. «У тебя все хорошо», — сказал он прямо. «Лучше, чем я когда-либо надеялся. Извините, если я неясно выразился». Он сделал паузу. «Мы можем возобновить тренировки». Наруто кивнул. «Это было не совсем так, как я ожидал», — сказал Курама, когда его чакра снова окутала Наруто, и пара возобновила борьбу против Таби. Ага. В течение следующего часа Таби заметил, что Наруто стал более сосредоточенным, и он был вынужден использовать свой кумы и все больше и больше. «У тебя все хорошо», — сказал он, и подняв руки в знак того, что они закончили. Лицо Наруто просветлело. «Действительно?» — спросил он, его глаза сияли. Таби рассмеялся. «Да. Я никогда не осознавал, насколько важна для него похвала», — подумал он, пока они шли. Он взглянул на Наруто. «Как интересно. Вы готовы?» «Готовый. Для Восьмихвостого. Он будет самым трудным хвостатым зверем, которого вы когда-либо встречали». Наруто рассмеялся. «Конечно, я готов». «Его глаза заблестели, когда все, чего он ждал, встало на свои места. Его месть была теперь в пределах досягаемости. Насколько он изменился?» — спросил Таби. Он и Наруто сидели на краю утеса каменного лика, осматривая Канаху. Наруто, которому сейчас шестнадцать, улыбнулся. Он не изменился ни на Йоту. Под ними жители Канахи шли по своим делам, не обращая внимания на грядущие события. «А твои чувства Канахи?» Улыбка Наруто сменилась ухмылкой. Они совсем не изменились. Внутри него Курама улыбнулся. «Ты сильно вырос за последние четыре года», — сказал он. «Наши воли почти полностью слились. Вы готовы?» — спросил Таби. «Да», — ответили Курама и Наруто. «Тогда я буду ждать». С этим Таби исказился, оставив Наруто одного. «Интересно, где Кукаши?» — спросил он вслух. «Мне бы не хотелось, чтобы он сейчас был на задании». Он рассмеялся. «Думаю, вернуться и обнаружить, что Канаха уничтожена, тоже было бы неплохо». Наруто. Самодовольное выражение лица Наруто исчезло, когда Кукаши назвал его имя. Он обернулся с кислым выражением лица и увидел, что Кукаши наблюдает за ним. «Кукаши», — коротко сказал Наруто, взглянув на свою левую руку. «Я вижу, ты поправился». «Ну, ты, конечно, меня разыграл», — сказал Кукаши, вынимая руку из кармана и вращая плечом. Но я легко пришел в норму благодаря здешнему ниндзиме-медику. Как повезло. Некоторое время они стояли молча, глядя друг другу в глаза. «Не думаю, что ты вернулся сюда в хороших отношениях», — наконец сказал Кукаши. Наруто рассмеялся. «Я пришел, чтобы выполнить свое обещание», — ответил он. «Поскольку все восемь хвостатых зверей наконец захвачены, пришло время уничтожить Канаху, помните? Я позволил тебе жить, чтобы ты мог стать свидетелем его падения». На лице Кукаши отразилась грусть. «Что они с тобой сделали?» «Они приняли меня», — прорычал Наруто. «Они приняли меня такой, какая я есть, с распростертыми объятиями. Ни разу они не обращались со мной плохо, или сбегали меня, или говорили мне, что я бесполезен или лучше мне умереть. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне стать сильнее и достичь своих целей, и теперь я здесь. «Наруто, не называй меня Наруто!» «Ты беспокоишься обо мне только из-за того, что я собираюсь сделать. Иначе ты был бы со мной с самого начала!» Кукаши ничего не сказал. «Мое предложение остается в силе», — наконец сказал он. Наруто поднял бровь. «Предложение!» «Наруто, позволь мне помочь тебе!» Наруто сухо рассмеялся. «Мне не нужна твоя помощь! Ваши двойные стандарты ничего не стоят для меня!» «Двойные стандарты!» «Ты, ниндзя, утверждаете, что являетесь защитниками слабых и защитниками справедливости, но у вас нет проблем с созданием нас, дженчурики, для собственного использования». Гара вспыхнул в его сознание, его холодное и безжизненное тело лежало на земле после того, как из него вытащили Однохвостого. Как и Гара, Однохвостый дженчурики. Его отец пытался убить его, когда он понял, что Гара, который был всего лишь ребенком, не мог контролировать Шукаку. Что за монстра пытался убить собственного ребенка, того, кто он якобы несет будущий мир и Шиноби? Наруто сжал кулаки, глядя в землю, когда его охватила ярость. Восьмихвостый дженчурики соревновался с другими детьми, чтобы стать дженчурики, чтобы использовать его в тандеме с Райкаги и делать все, что Райкаги считал нужным. Кто в здравом уме стал бы доводить до такого ребенка, заставляя быть дженчурики похожим на что-то хотеть? Наруто! И мой собственный отец, перебил он. Мой собственный отец запечатал Кураму в меня через несколько мгновений после моего рождения. Я никогда не жил нормальной жизнью, никогда не знал, каково это быть принятым в родной деревне. Та самая деревня, о которой он явно заботился больше, чем о собственном ребенке. Наруто снова посмотрел на Кукаши. Ниндзя заботит только одно, они сами. Это неправда, и ты это знаешь. Это так. Тогда почему в прошлом было три войны ниндзя, когда каждая нация пыталась опередить другую, невзирая на потери? Почему вы заставили детей стать носителями хвостатых зверей, только чтобы отвернуться и относиться к ним как к чему-то меньшему, чем люди, несмотря на то, что вы были теми, кто их создал? Наруто посмотрел в глаза Кукаши. Что ты когда-либо делал бескорыстно? Значит, твое решение уничтожить Канаху. Ту самую деревню, ради защиты которой погиб твой отец. Моему отцу было наплевать на меня. Если бы он это сделал, он бы никогда не запечатал Кураму внутри меня и не приговорил меня к аду. Он поставил деревню выше собственного сына. Это неправда. Наруто усмехнулся. Да неужели? Он хотел, чтобы деревня приветствовала тебя как героя. Сдерживая Девятихвостого, вы предотвратите новое нападение, таким образом, спасете жизни всех, кто здесь жил. Ну, это, очевидно, прошло хорошо. Я действительно чувствовала любовь и признательность каждый раз, когда в меня плевали за то, что я просто шла по улице в детстве. Были некоторые, кто не мог принять то, что произошло. Они не могли видеть дальше боли потери своих близких и вымещали ей на тебе. Я был ребенком. Тогда как насчет всех невинных детей здесь сейчас? Они понятия не имеют, что произошло 16 лет назад, как они могут быть ошибкой. Гнев Наруто рос. Как они могут быть невиноваты? Прошипел он. Никто, кроме взрослых, не знал, что произошло, но дети все равно копировали их их поведение. Если они действительно были невинны, то почему у меня не было друзей? Почему мои одноклассники, которые так же не знали о нападении, как и я, так легко отвернулись от меня? Он невесел и рассмеялся. Нет, они точно так же виновны. Более того, даже за то, что обошлись со мной так, как они поступили без всякой причины. Третий Хакаги запретил кому-либо говорить о событиях той ночи. Они никак не могли знать. И это только извиняет их. Конечно, нет. Но в глубине души вы знаете, что они были просто детьми. Наруто пренебрежительно махнул рукой в воздухе. Это больше не имеет значения, сказал он. Даже если это правда, сейчас они старше. Изменились ли вообще их чувства ко мне? Если их чувства остались прежними, это твоя вина. Ты покинул деревню и присоединился к Акацуке. Бровь Наруто дернулась. Ответь мне, Какаши, если бы я остался в деревне, что бы ты сделал? Какаши глубоко вздохнул. Ты провалил выпускной экзамен, начал он. Но если бы ты прошел, тебя бы поместили в камеру на троих сучих Хоусаске и Харуна Сакурой во главе со мной. Я бы обучил тебя быть хорошим, сильным нельзя и принял бы тебя таким, какой ты есть, независимо от мнения деревни о тебе. Наруто усмехнулся. Ну, как ты сказал. Я провалил экзамен, так что я все равно не мог присоединиться к вашей маленькой команде мечты. Ты должен знать, как никто другой, что ты можешь пересдать экзамен. Наруто закатил глаза. Ты действительно думаешь, что я бы прошел? Да. Ирука сказал мне, что, несмотря на твои неудачи, ты продолжал стараться из-за всех сил. Я полностью уверен, что вы бы сдали экзамен, если бы попытались еще раз. Верхняя губа Наруто дернулась. Ну разве ты не оптимист? Когда-то я знал Кагото вроде тебя, через мгновение сказал Какаши. Всякий раз, когда он пытался что-то сделать, это обычно заканчивалось неудачей. Что касается Шиноби, то он не был на самом высоком уровне. Но несмотря ни на что, он всегда делал все возможное и усердно работал, чтобы стать лучше. Какаши остановился. Когда я смотрю на тебя, я вижу его. Наруто скрестил руки на груди. Где же он? Он погиб во время Третьей войны. Наруто фыркнул. Значит, ему принесла много пользы эта тяжелая работа. Не в этом дело. Ой! Какаши вздохнул. Я не извиняюсь за то, что с тобой случилось, сказал он, и не буду просить тебя об этом. Наруто, я искренне сожалею о том, что с тобой случилось. Вы не сделали ничего, чтобы заслужить это. Все, о чем я прошу, это чтобы вы меня выслушали. Я не хочу тебя слушать! Крикнул Наруто. Я не хочу прощать Канаху, я не хочу прощать своего отца и не хочу прощать тебя. Я не хочу никому давать второй шанс, я хочу уничтожить все, что причиняло мне боль. Наруто сцепил руки вместе, чакра Курамы внезапно скрыла его. Какаши отступил назад, широко раскрыв глаза, а чакра Наруто продолжала увеличиваться. Наруто, подожди! Хватит ждать! Внезапно Наруто в своем подсознании посмотрел на Кураму, терпеливо сидевшего за воротами. Он ухмыльнулся Наруто. Какой горячий разговор, лениво сказал он. Не опекай меня, отрезал Наруто. Ты сказал после боя с Гюки, что я достаточно силен, чтобы насильно снять печать, верно? Курама кивнул. Да. Наша объединенная воля, твоя новая сила и отечение времени, ослабившая печать, позволит тебе разблокировать ей без ключа. Хороший. Медленно вода вокруг Наруто обернулась вокруг него и подняла вверх. Будет весело, сказал Курама, жадно глядя на Наруто, когда тот потянулся за печатью. Внезапно рука протянулась и схватила Наруто за руку. Хм. Он повернулся, чтобы посмотреть на того, кто схватил его, и его глаза расширились. Продолжение следует.